Всем привет! Каждый из нас ходит по ресторанам и кафе. Кто-то часто, кто-то реже. Одни приходят, чтобы вкусно поесть или лень готовить дома, или у вас день рождения, или любой другой праздник. И вы хотите отметить это событие в ресторане, куда пригласите кучу своих друзей и самых близких. Да или просто встретили старого друга и решили пообщаться за горячей чашкой кофе. А как выбрать правильный ресторан? Ведь 80% заведений похожи друг на друга, как в дизайне, так и в выборе блюд. У таких заведений будут удобные мягкие кресла или диваны, а столы будут не покрыты скатертями, а общий дизайн будет намекать на лаконичность и целостность концепции. Шеф-повар молодой, весь в татуировках, с бородой, большим опытом и своей философией и видением. Ну или девушка-шеф. Все то же самое, только без бороды. И что самое удивительное, такая тенденция не только у нас в стране, но и во всем мире. Заходишь в такой ресторан и, не глядя в меню, можно смело заказывать цезарь, карпаччо или тартар из говядины, крем-суп грибной и медальоны из телятины. А на десерт – чизкейк. И даже если вдруг чего-то не окажется в меню, то любезный официант может подсказать аналогичное блюдо. А как так получилось, что большинство ресторанов открываются как под копирку? Это только сейчас появилось или так было и раньше? Ответы на эти вопросы нам сможет дать датский шеф-повар Рене Редзеппи. Но как всего один повар смог повлиять на весь мир? Ну, для начала надо сказать, что шеф и его ресторан «Нома» в Копенгагене обладают тремя звездами «Мишлен» и особой наградой «Мишлен Гринстар», которую дают за заботу об экологии и экологичное производство, без использования пластика и наличия своих ферм и теплиц. Также ресторан «Нома» пять раз становился лучшим рестораном в мире. Но как так получилось, что королевство Дания, в котором живет менее 6 миллионов человек, стали законодателями кулинарной и ресторанной моды последние 15 лет? Как молодой шеф в 33 года получил свою первую победу в рейтинге, а год назад уже пятую? Что позволяет ему оставаться актуальным и востребованным? Почему его стиль и идеи копируют и сегодня? Давайте разбираться. Берите чашку наваристого и крепкого какавы, укутывайтесь в пледик, будет интересно. Сегодня вы узнаете, как Редзеппи смог популяризировать свою северную кухню, в которую не верили сами датчане, а в лучших ресторанах королевства были популярны французские техники и блюда. Что он для этого сделал и кто ему в этом помогал? Как сломать все шаблоны и убедить гостей своего ресторана съесть жуков и личинок-насекомых, но впоследствии превратить это в мировой тренд и найти множество сторонников и последователей этой идеи? Как вспомнить давно забытые технологии ферментации и приготовления соуса гарума древних римлян и современными знаниями и технологиями довести этот процесс до идеала и применять его в самых неожиданных рецептах? Как лучшие шеф-повара мира помогали молодому Редзеппи обучаться и улучшать свои навыки, но в итоге сами создали Титана, который сбросил их с Олимпа? Как физик, который участвовал в разработке и создании ядерного оружия в возрасте 80 лет смог изменить ресторанные тенденции и представил миру совершенно новое направление кулинарии, которое полностью завоевало планету на 15 лет, а затем кануло в лету? И как во всей этой истории замешан Илон Маск и его автомобильная компания Тесла, которая подарила миру надежду на светлое, зеленое и экологичное будущее? Что обычный человек знает о Дании? Бьюсь об заклад, что только что это северная скандинавская страна, ну и как любая европейская страна, то она небольшая. Украина больше Дании примерно в 15 раз. Но есть нюанс. Дания – это королевство, и в состав королевства входят еще Фарерские острова и Гренландия. А это уже территория практически четырех Украин. Гренландия – это самый большой остров в мире, хоть и живет там всего 56 тысяч человек. Если посмотреть любого тревел-блогера и выпуски про скандинавские страны, то можно сделать вывод, что там живут очень миролюбивые люди, добрые и отзывчивые. Но ведь так было не всегда. Это земля викингов, земля прославленных воинов и мореплавателей, у которых из развлечений были постоянные набеги, разбои и военные походы к своим соседям. Датчане на протяжении тысяч лет воевали много и кроваво. Среди их успехов и разграбление Парижа и Гамбурга, и вылазка до Испании и Лиссабона, воровали женщин и насиловали гусей в Англии, что привело к полному захвату Туманного Альбиона на 30 лет. И англичане присягали на верность датской короне. И таких военных походов было сотни. Для настоящего викинга было честью умереть в бою, так как это был верный способ попасть в Алгалу, чтобы продолжить жить героем даже после смерти. Пацаны были идейными до мозга костей. И именно в этот период зарождаются королевские династии. Нам интересен датский король Вальдемар I Великий. Правил с 1147 по 1157. Отец был королем, который известен под именем Кнут Лавард. А вот мать была киевской княжной Ингиборгой Стиславовной. Она была внучкой Владимира Мономаха. И сына своего назвала его честь Владимир Вальдемар. В жены взял себе Софью Владимировну, еще одну княжну Киевской Руси. Эти скандинавы умели не только военное дело, но еще и в дипломатию. Славяне-викингов называли варягами. Военная экспансия Дании шла примерно до 1800-х годов. Но потом военная мощь постепенно падала, и викинги стали проигрывать одну войну за другой. И в 1848 году формируют свою страну, создают парламент и отходят от абсолютной монархии. Постепенно приходит понимание, что пора жить дружно. Конечно, еще были военные конфликты, в которых опять были поражения и потери территорий. Но в целом датчане уже пошли по пути нейтралитета и заботы о своих гражданах. Так, например, во время Второй мировой войны это была единственная скандинавская страна, которая подписала пакт о ненападении с нацистской Германией. Но Гитлера это не остановило, и 9 апреля 1940 года за считанные часы было полностью оккупировано. Сможете угадать, какие потери понесла Германия в этой операции? Ну, все-таки война с потомками викингов, вальгала и все такое. Два солдата погибло, десять было ранено. Король Дании Кристиан X просто капитулировал через два часа после начала операции. Тем самым сохранил жизнь гражданам королевства. Оккупация продлилась до 5 мая 45-го. И за этот период немцы арестовали примерно 21 тысячу человек. И 6400 человек вывезли в Германию. Сейчас на престоле Маргаретта Александр Бальхидур Ингрид. Или просто Маргаретта II. Она является внучкой короля Кристиана X. Того самого, который капитулировал перед немцами. Королева Маргаретта II уже 50 лет на престоле. Опытная женщина. И в отличие от своей английской коллеги, ее власть настоящая, а не номинальная, как у Елизаветы II или Карла III. В руках у Маргаретты законодательная исполнительная власть. Является верховным главнокомандующим вооруженных сил, отвечает за эмиссию денег в стране. И мое любимое. Не несет никакой ответственности за все свои действия. Если что-то пошло не так, то виноваты министры. Королева в классическом понимании. Какая дерзость! Голова с плеч! Даня – одна из немногих стран, которая входит в Европейский Союз, но не вошла в еврозону. То есть у них в обороте, как валюта, не евро, а собственная датская крона. То есть они продолжили путь нейтралитета и дружбы с соседями. Несмотря на свои маленькие размеры, обладает высокотехнологичными производствами. Особенно в области судостроения. В 2006 году с ее верфей сошел Эмма-Майорск. Огромный контейнеровоз, способный перевозить 11 тысяч контейнеров за раз. Имеет длину в 400 метров. Из-за своих габаритов он не может проплыть через Панамский канал. Датчане построили всего 7 таких контейнеровозов. А сама компания Майорск является лидером в грузоперевозках в мире. С долей рынка 18%. Вот вам и маленькая нейтральная страна. Еще она добывает нефть в Северном море на платформах. Это, кстати, один из немногих ресурсов, которые доступны датчанам. Их экономика полностью экспортно-зависимая. Но датчане могут не только в промышленности. К примеру, в 2000 году в сельскохозяйственной сфере было 200 тысяч ферм. А сейчас в результате укропнения их осталось только 70 тысяч. И раньше на полях и фермах трудилось 20% населения. Сейчас только 6. В энергетике Дания является одной из самых чистых стран, так как она вырабатывает более 50% энергии посредством ветряных электростанций, которые не располагают прямо в море. Там и ветер сильнее дует, и не занимает важную жилую площадь. Не забываем, что страна маленькая, но окруженная со всех сторон морями. Несмотря на все успехи в промышленности и производстве, примерно треть населения занята в сфере обслуживания. А это магазины, лавочки, рестораны и кафе. Зарабатывают на туристах. Главная улица Копенгагена, а это столица Дании, называется Ньюхавен. Застроен таунхаусами с 17 и 18 века. Все разноцветные и на первых этажах расположены кафе, бары и рестораны. Что-то вроде Дерибасовской в Одессе. Но эта Дания сейчас успешна, экономически, со своим торговым флотом и добычей нефти и газа. В 70-е и 80-е годы королевство было более бедным и не таким передовым. Реннер Эдзеппе родился 16 декабря 1977 года. Отец албанского происхождения из Македонии, а мать дочанка. Его мать была уборщицей, а отец работал таксистом, водителем автобуса, зеленщиком, развозил рыбу. Классический набор любого эмигранта. Зиму дети проводили в Копенгагене, в маленькой и неуютной квартирке, в неблагоприятном районе города. А долгое лето на родине отца, тогдашней Югославии, в небольшом городке Тетава с населением около 50 тысяч человек, где жили его бабушка с дедушкой и другие родственники. В Тетава жили в основном этнические албанцы, а примерно 50% албанцев – это мусульмане. Как так получилось, что в самом сердце Европы большая часть народа – это мусульмане? Османская империя, а это современная Турция, в 16 веке захватила этот регион и культурно его ассимилировала. И так успешно, что уже 100 лет, как империя развалилась. Но албанцы до сих пор чтят и веруют в Аллаха. Как вспоминает сам Редзеппе, то эти летние месяцы в Македонии были самыми счастливыми в его жизни. Он гулял со своим братом-близнецом Кеннетом по бескрайним просторам, полей и лугов, изучал природу и мир вокруг него. В лесах собирали дикую ежевику и каштаны, и другие орехи. Его семья сама выращивала себе еду на своих участках. Будущий шеф, сам того не понимая, получал знания и навыки, которые ему помогут сформировать свое собственное кулинарное видение. И что приведет к его повсеместному копированию и подражанию во всем мире. Мы никогда не ходили в супермаркет за продуктами. Мы выращивали все сами. Если период жизни с бабушкой и дедушкой подарили ему любовь к природе, то отец привел ему любовь к кулинарии, так как сам очень любил готовить. Еще в Копенгагене, пока мои друзья ели готовые блюда и чипсы, мой отец готовил куриную печень с масляной фасолью или пасту с коричневым маслом и молотым перцем. Еда была в основном вегетарианской и очень здоровой и полезной. Все это продолжалось до 1991 года. В Югославии началась война из-за ее культурной и территориальной разрозненности. Это была самая кровопролитная война в Европе после Второй мировой. Примерно 150 тысяч человек погибло в результате этого вооруженного конфликта. В Истокии и Дебри мы не полезем. Единственное, что всем надо знать, что любая война это страх и ужас. На войне всегда гибнут мирные люди, разрушаются дома и страдают судьбой людей. Не занимайтесь войной. Главное в этом периоде то, что Рене и Кеннет не могли больше ездить к своим родственникам в Югославию. Теперь им приходилось проводить лето в дошливой и пасмурной Дании. Братьям Редзепи на момент 1992 года уже по 15 лет и они начинают помогать родителям зарабатывать на хлеб. Детский труд уже был запрещен в Европе, поэтому они пошли не на завод у станка ставить, а начинают развозить газеты и работать в местном магазинчике. В это же время Рене решает бросить школу после окончания 9 класса и пойти учиться на повара, чтобы больше зарабатывать. Параллельно этому он начинает работу в местном семейном ресторане «Пьер Андре», отмеченный звездой Мишлен. Там он проработал 4 года, набирался опыта и грезил о будущем. В те времена лучшие европейские рестораны все были французскими. Стиль и дизайн Франция, блюда французские, техники и приготовления тоже из Франции. И естественно, он мечтал попасть в Париж, на родину всего ресторанного движения и культуры. Я думал, что вся высокая гастрономия это французская кухня. Дальнейший путь приводит Рене во французский ресторан с тремя звездами Мишлен Le Jardin de Sens в Монтпелье, что на юге Франции. Когда я туда попал, это было очень удивительно и очень тяжело. Я думал, что увижу совершенство, совершенство. Вовсе нет. Это была такая напряженная атмосфера. Никакой командной работы. Все разные секции работают. Друг против друга. Мне было 19. Это было как в армии. В поисках нового гастрономического опыта Рене Редзепи приезжает в Испанию. В маленький городок Розос, где на скале возле моря расположился ресторан Эль Були. В качестве гостя он продегустировал блюда и был настолько поражен и восхищен, что же в следующем году присоединился к команде поваров Эль Були. Чтобы вы понимали, это не просто ресторан, это легенда. Это ресторан, который на момент 1999 года проработал уже 35 лет, имеет много наград и признания во всем мире. А это Ферран Адрия, жизнерадостный каталонец, шеф-повар и владелец. Имеет еще больше наград и влияния в ресторанном мире, чем его заведение. К примеру, в 2010 году его назвали лучшим шеф-поваром десятилетия. Журнал Тайм в 2004 году поставил его на 57 место в списке 100 самых влиятельных людей на планете. Наряду с Джорджем Бушем, Биллом Гейтсом, Джоан Роулинг и Сивом Джобсом. После окончания сезона, вернувшись в Копенгаген, Редзеппе начал работать в Конг Ханс Кальдер, который с середины 1970-х годов был один из ведущих ресторанов высокой кухни города. На этот момент ресторан имел одну звезду Мишлен, и как вы могли догадаться, это был еще один французский классический ресторан. В 2001 году Редзеппе проработал 4 месяца в ресторане The French Laundry в Калифорнии. С английского названия переводится как французская прачечная. Все потому, что ранее в этом здании располагалась прачечная, что и решили отразить название и связать с историей этого места. В 1994 году ресторан выкупает американский шеф Томас Келлер, который в 1996 году был признан лучшим поваром Калифорнии, а в следующем году лучшим поваром Америки. Французская прачечная в 2002 и 2003 году стала лучшим рестораном мира. Естественно, имеет три звезды Мишлен, работает уже 44 года, с недолгими перерывами на ремонт и ковид-пандемию. Как вы могли догадаться из названия, то готовит ресторане французскую высокую кухню, только измененную и адаптированную для американцев. Еще один французский ресторан в копилку Рене Редзеппи. Главное то, что Рене учился и практиковался много, и постоянно, и делал он это у лучших шефов мира. Он осваивал все их техники и знания, потом их применял у себя на родине, куда и вернулся после Калифорнии. Вернулся, кстати, Конг Ханс Кальдор. В декабре 2002 года в жизни Редзеппи появляется Клаус Мейер. Мейер, адъюнг-профессор кафедры пищевых наук Каппенгагенского университета, а также адъюнг-профессор института корпоративной социальной ответственности Каппенгагенской школы бизнеса. Адъюнг-профессор это заместитель или помощник профессора. Мейер также имеет степень магистра международных бизнес-исследований. Клаус определенно умный дядька. Мейер вел несколько датских и международных кулинарных телешоу, в том числе Мейерс Кохен, кухня Мейера, на национальном датском телевидении с 91 по 98 и Нью Скандинавиан Кукинг, которые транслировались в более чем 130 странах. Клаус определенно известный дядька. Мейер основал фонд Плавильный котел, целью которого является стимулирование социальных изменений с помощью еды. С Плавильным котлом помог основать кулинарную школу и кулинарное движение в Южной Америке, открыв ресторан для горманов Густо в Боливии и несколько кафетериев. Плавильный котел в настоящее время работает над социальным проектом в Браунсвилле в Восточном Нью-Йорке по созданию кулинарной школы, кафетерии, пекарни и общественного центра, обслуживающего местное сообщество с целью привлечения молодежи из группы риска. То есть берет всех тинейджеров с улицы без присмотра, потенциальных наркоманов и преступников и дает им работу и будущую профессию. Этот дядька определенно видный общественный деятель. Еще написал несколько книг про кулинарию, еду и Скандинавию. У Клауса Мейера была известность, деньги и огромное желание создавать и творить что-то новое и вечное, что останется в веках. И вот этот самый Клаус Мейер пришел к Редзепе в декабре 2002 и говорит «Значит так, тебе 24 года, у тебя нет опыта работы шеф-поваром, про тебя никто не знает, но ты молод, опытен и горячий. Давай бизнес делать, давай в ресторан играть». Я отказался от других должностей шеф-поваров. Я не хотел брать на себя чью-то кухню. Я хотел начать с нуля. Уже в 2003 году ресторан Нома впервые открывает свои двери для гостей. Название представляет собой комбинацию двух датских слов Nordisk Mad. И в переводе это не северное безумие, как вы могли подумать. Нордиск в переводе с датского означает «Нордический», «Северный». И мат – «Еда». «Северная еда». Изначально ресторан расположился в старом портовом складе в самом центре Копенгагена в престижном районе Кристиансхаун с каналами и лодочками по сторонам. В начале своего пути Мома готовили классическую еду, знакомую всем и каждому. Вот так Ренера Дзепи вспоминает первый год. «Сначала я был очень одинок. Тебе 24 года, у тебя есть два партнера, которых никогда нет рядом. Так много решений. Это заставляет твой мозг работать быстрее. Несмотря на то, что мы получили звезду Мишлен через год, я чувствовал, что обманываю людей. Мы не касались ничего нового. Готовя блюда, которые я знал, я просто заменял продукты. Я одалживал чужие идеи». Его прозрение произошло во время путешествия на острова Северной Атлантики. Он понял, что среди рыбаков и фермеров ему нужно выбросить за борт многое из того, что он учился в ресторанах со звездами Мишлен. Гастрономическая супереда не обязательно должна включать в себя продукты, которые я привез из других лучших кухонь мира. Клаус Мэйер и Рене организовали симпозиум новой скандинавской кухни в 2004 году. Зачем? Разошел культурный сдвиг в скандинавском регионе фермеры стали переезжать в города, отказываясь от своего сельскохозяйственного образа жизни. Практика от фермы к столу вскоре уступила место упакованным и обработанным продуктам, стирающим вековые традиции. Поэтому наша небольшая группа поваров подумала, что надо искать решение. Они собрались, чтобы подписать манифест из 10 пунктов. Они изложили свое видение новой скандинавской кухни, основанной на традициях и связанной тремя основами. Чистота, простота и свежесть. Их цель была сократить разрыв между тем, что выращено на полях, выловлено в морях и найдено в лесу. И в конечном итоге поставить на стол. Шеф-повара используют современные методы и технологии стряхнуть пыль со старых национальных рецептов и будут продвигать ее в мире. Он начал упрощать кухню и блюда в своем ресторане. Открыл забытые скандинавские ингредиенты тростника, влепиха, брусника. Увидел возможность окружить ту или иную еду теми продуктами, с которыми она живет в природе. Например, дикого кабана подавать с кукурузой и ягодами. Его книга «Время и место скандинавской кухни» сборник рецептов, дневников и фотографий отражает этот прогресс. Если я застряну, я возвращаюсь к этой мантре «Время и место». Мы готовим еду в Дании, в той части мира, где большинство людей думает, что кулинария невозможна. Слишком холодно, у нас не хватает изысканных продуктов. Но если вы используете свою интуицию и знания, видите возможности, то у вас все получится. Мы не гордились своей кухней и привыкли думать, что все остальные лучше. А они ведь не лучше, они просто другие. Свекла может быть такой же интересной, как фуа-гра. В состав блюд новой скандинавской кухни входят дикие ягоды и орехи, капуста и корнеплоды, бобовые, картофель, дикорастущие домашние травы, цельнозерновые, злаки, ячмень, овес, рожь. Так как Дания это морская страна, окруженная со всех сторон водой, то в обилии используются рыба, моллюски, морские водоросли. Если мясо, то высочайшего качества, желательно сертификации органик и в меньшем количестве, чем все остальное. Гарнир выходит на первое место. На первый взгляд набор продуктов очень ограничен, но при помощи местных пряных трав, уксусов, различных способов приготовления достигается многообразия вкусов. Ингредиенты подбираются так, что они могли дополнять и оттенять вкусовые особенности друг друга. Люди, которые работают в моем ресторане, часто ходят на море и в лес. Заниматься собирательством это часть их работы. Важную роль играет сезонность. Осенние, зимние, весенние блюда отличаются друг от друга как по составу ингредиентов, так и по калорийности. В условиях северного лета, длинного светового дня и невысокой температуры воздуха овощи и фрукты зреют дольше, но и вкус становится более насыщенным. Кроме традиционных для региона способов заготовки, маринования, вяления, Рецепи также фокусируется на дегитрации и ферментации. Ферментация не знает границ. В Дании она такая же часть кулинарной традиции, как в Италии, в Японии или в Китае. Без ферментации нет кимчи, мягкого хлеба на закваске, нет пармезана, вина, пива или крепкого алкоголя, нет солений, нет соевого соуса. Без ферментации нет НОМА. Рене Рецепи в 2018 году выпустил книгу на 430 страниц по ферментацию и квашению. Полная информация о всех микробиологических процессах, которые происходят в продуктах во время ферментации. При написании было проведено огромное количество экспериментов и опытов с определением нужной концентрации соли, температуры и множества других факторов. Если подарите своего були, то квашеная капустка будет еще вкуснее и полезнее. И это стало рождением грандиозного видения НОМА. Цель новой скандинавской кухни состоит в том, чтобы продвигать через место ингредиенты, сохранять скандинавскую культуру и наследие, через еду представлять их на карте мира, пересмотреть и заново изобрести традиционную кухню, использовать свежие сезонные продукты, связать людей с источником их пищи, то есть с их планетой и выразить чистоту, свежесть и простоту. Это видение НОМА было намного больше, чем ресторан. Видение касалось нации, культуры и планеты. Желание НОМА было сделать жизнь лучше не только скандинавов, но и всех людей на планете. Но сделать заявление, что ты хочешь стать лучшим в мире, это пшик. Каждый хочет стать лучшим в мире. Надо, чтобы о тебе говорили, о тебе знали, тебя узнавали. И тут немаловажную роль сыграло название ресторана. НОМА. Четыре буквы, два слога. Легко запомнить и узнать. Вы сможете прочитать это название правильно, будучи любой национальности и носителем любого языка. Если вы когда-либо прочитали новость об этом ресторане, то вы запомните его. И даже если через год-два прочитаете новую информацию о НОМА, то сможете без проблем вспомнить, что вы об этом ресторане уже слышали. Это гениально. Особенно для скандинавской страны с их сложными названиями. Вот для вас несколько названий ресторанов в Копенгагене. Слух я это читать не буду. Мы придумали особое слово. Если возбуждение окажется для вас слишком сильным, скажите это слово. Пока мы его не услышим, мы не прекратим ублажать вас. Айд-два! Вандерсекс! Ганс! Грубер! Установить моршоночные клеммы! А что? Вы что? Это не слово, это... Вот эти ребята не справились с неймингом. Точнее, для внутреннего рынка и датчан все предельно ясно и понятно. Но для международного рынка это провал. А Редзепи целился в мировую славу. Простое и лаконичное название, еще и зашифрованной концепцией в имени. Это успех. Кока-кола не дастся врать. Вообще этот ролик я сделал именно поэтому. Перед сном решил почитать, какой ресторан является лучшим в мире. А там Нома. И я такой, так, стоп. Это тот самый Нома, про который я читал еще лет 10 назад? И вот вы смотрите видео про этот ресторан с хронометражем в 3 часа. Любой гастротурист, который читает профильные журналы, изучает новые интересные рестораны. С легкостью запомнит такое название. И по приезду в Копенгаген, не зная датского языка, сможет сказать таксисту Нома. Его привезут именно в нужный ресторан. Адреса в Дании тоже с хитрецой. Не забываем. Стрэндгейт 93. Это адрес Нома. Но красивое название, это только часть пути. Вспоминаем про манифест и любовь к природе. А также вспоминаем, как выглядит классический французский ресторан. Белые скатерти на крахмале на официанты, фарфоровая фаянсовая посуда, дорогое стекло и посеребренные столовые приборы. А вот Нома пошла по другому пути. Простые столы из натурального дерева, непокрытые скатертями, грубая глиняная посуда от местных мастеров, деревянные доски для подачи блюд или просто блюда на камне, сене и соломе. Это был смелый шаг. И люди никогда раньше не ассоциировали изысканную кухню с такой атмосферой и гостеприимной обстановкой. Сейчас такая стилистика в дизайне у 80% ресторанов, которые мы можем видеть во всем мире. И этот тренд задал один маленький человек из маленького королевства. Так, и что у нас получается? Свежий взгляд на богом забытую кухню, новое видение на дизайны и концепцию ресторана и посуду внутри самого ресторана, удачный нейминг, первая звезда Мишлен и громкий манифест. Неужели этого было достаточно, чтобы тебя заметили и о тебе стали говорить? Именно так. Рост популярности Нома был плавным и постепенно набирающим обороты. В то время на кулинарном Олимпе были другие боги. И они своих позиций не собирались сдавать так быстро. Есть такой рейтинг топ-50 лучших ресторанов мира. Я его упоминал про шефа Томаса Келлера и его френч лаундри. За этот рейтинг отвечает авторитетный британский The Restaurant Magazine, который ежегодно публикует список топ-50 ресторанов мира по результатам опроса шеф-поваров, гурманов и ресторанных критиков со всех уголков нашего голубого шарика. В 2006 году Нома впервые попал в этот список на 33-м месте. В следующем году уже 15-е, а в 2008-м – 10-е место. Спустя всего 4 года после начала работы шеф-поваром его ресторан уже в топ-10 мира. Но этот год был только началом его триумфа, началом всех его побед и признания в мире. В этом же году сайт TripAdvisor объявляет Нома лучшим рестораном в мире, а конференция «Ле мажор де ла гастрономия» в Испании объявляет в рецепе лучшим международным поваром. Но и это еще не все. Клаус Мейер и Рене открывают исследовательскую организацию Nordic Food Lab, которая занимается изучением еды и продуктов, процессов, которые происходят в них при тепловой обработке и прочие исследования. Помните, я рассказывал про книгу «Гид по ферментации»? Вот она появилась при помощи этих исследований. Еще одно яркое направление – изучение грибов и насекомых с последующим их применением в кулинарии. Грибы – это не только шампиньоны и лисички, а плесень, дрожжи и другие представители этого царства. Вот что Редзепи говорил о съедобности насекомых. Я знаю, что в западном мире есть жуков в табу, но почему бы и нет? Это как добавить новые слова в ваш словарь. Вы едете в Юго-Восточную Азию, а там это обычное дело. Вы читаете об этом повсюду, что люди едят жуков. Конечно, мы едим и то, что нам достается от насекомых. Мы едим мед, а мед – это рвота пчел. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете добавлять его в чай. Последняя вишенка на торте 2008 года – вторая звезда Мишлен. Триумф, признание, слава. Давайте посмотрим на вот этот график – количество туристов в Дании за год. И мы увидим, что с 2003 года начинается активный рост. Понятно, что это заслуга не только Рене Радзепи, но вклад он свой внес в популяризацию своей страны и кухни своего региона. Через три года после открытия Нома туризм в Дании вырос на 12%. Случилось невероятное. Люди стали летать на ужин не в Лондон, Париж и Нью-Йорк, а в Каппенгаген. На сайте Нома есть система онлайн-бронирования, которая открывается за несколько месяцев до каждого сезона. Как только Нома объявляет об открытии бронирования, люди со всего мира бронируют места на следующие 3-4 месяца. И все возможные места для бронирования раскупаются за несколько дней. Такой уровень сложности обеда в ресторане и нехватка посадочных мест повышает ценность ресторана и вызывает у людей еще большее желание поужинать в таком месте. А в ресторане всего 40 посадочных мест, и работает он с 5 вечера до 12 ночи. Стоимость бронирования стола на одного человека 3000 датских крон, что примерно 430 долларов США. Немного математики. 430 долларов умножаем на 40 гостей, получаем 17200 долларов США. Еще умножаем на 30 дней, получаем 516 тысяч долларов. 430 долларов – это цена только за ужин, без напитков, сопровождения, вина и крепкого алкоголя. Пол мульта – отличный результат. Окей, а если отказаться от столика можно? Можно. Только об этом необходимо уведомить ресторан минимум за 21 день до этого. И комиссия за отказ 2,5%. Прекрасная бизнес-модель. Мое почтение. Еще одним ключевым фактором, сыгравшим большую роль в построении сообщества, является личный бренд самого Рене. Но он популярен не из-за еды или сервиса. Люди любят его, потому что любят Рене. Рецепи громко заявляет о своей миссии и своем видении. Он встречает людей и обращается к гораздо более широкой аудитории через свои публикации в СМИ, книги, выступления и организации. Его личность заразительна и харизматична. Посмотрите на этого милашку. Люди связываются с ним на более глубоком уровне, потому что люди могут общаться с ним. Он открыт для своих гостей. Он достаточно уязвим и искренен, чтобы поделиться своей борьбой, своей болью, своей радостью, своими мечтами. И это то, что вызывает у людей эмоциональную связь с ним. Они становятся его поклонниками, восхищаются им и обожают его. А в конечном итоге становятся его постоянными гостями в ресторане. В достижениях Нома и Рецепи мы остановились на 2008 году занятым 10-м местом. 2009 год. Третье место в рейтинге. И в 2010 году Нома по версии журнала The Restaurant Magazine и его рейтинга ТОП-50 ресторанов мира занимает первое место. Этот же успех он повторит в 2011 году. В 2012 году. И в 2014 году. 5 лет и 4 года из них ты лучший. Лучший во всем мире. Твои заслуги признают. Тебя уважают. Тобой восхищаются. Тобой вдохновляются. Тебя копируют. Рене Рецепи. Сын эмигранта и уборщицы. Предок викингов и македонцев смог победить в бою против мастодонтов кулинарного мира. И навязать ему свое видение, свою любовь к природе, еде и культуре. Вот так один маленький человек смог изменить все. И его наследие мы видим каждый день, когда заходим в любой современный ресторан. Его влияние чувствуется во всем. Посуда, подача, техники. Это все создал Рене Рецепи. Спасибо тебе большое. В 2015 году в голову маэстро пришла неожиданная идея. Он решил временно закрыть свой ресторан в Копенгагене и перенести его на 6 недель в Токио, в отель Мандарин Ориентл. В меню должны были войти японские морепродукты, но не те, что предлагают в остальных 200 ресторанах в Токио. Нельзя было повторять и датское меню. Нужны были совершенно новые изобретения. Для этой цели Рецепи несколько месяцев путешествовал по Японии, забираясь в самые далекие уголки острова. В новое меню вошли утки и черепахи, миниатюрные киви, маринованная зеленая клубника и разнообразные корни растений. Гостю подавали чашу с неподвижной креветкой, украшенной муравьями. И только он заносил на дне вилку, как креветка начинала шевелиться и пыталась убежать со стола. Рецепи решил, что ужин начнется с шоковой терапии. Любой посетитель, дорого заплативший за удовольствие поужинать Нома, должен забыть свои будничные дела. В начале 2016 года ресторан на 2,5 месяца переехал в Сидней. За 485 австралийских долларов с человеком Рецепи предложил уникальное меню из австралийских ингредиентов. Пирог из морского гребешка и цветы лантаны, ягоды с копченым маслом, снежный краб с фермифированным мясом кенгуру, сжатый в цветке гибискуса арбуз и ананас, манговый сорбет с пикантными зелеными муравьями, ежи и даже плоды монстеры деликатесной, которая считается ядовитым растением. Рецепи выяснил, что в очищенном виде фрукт обладает сразу несколькими вкусами – ананаса, банана, манго, анона и папайи. В Астралии Рецепи состоял 500 новых рецептов блюд, из которых на ужин подавалось только 14-17. Многие из них шеф собирается привезти в Данию, впрочем, как и семена лебеды или миниатюрного лайма, который намерен использовать в качестве ингредиентов. За прошедшие годы Нома претерпел многие радикальные изменения, и каждый раз, когда происходило что-то подобное, было сделано все возможное, чтобы об этом узнал. Весь мир. Это было достигнуто за счет создания ажиотажа по поводу предстоящих изменений в ресторане. Короче, хайпили ребята как только можно. Этот тур с переездами ресторанов в другие города и страны на 2 месяца – это была рекламная кампания, которая повышала узнаваемость Рецепи во всем мире. Но самое важное было изначально скрыто от любопытных глаз. Поездка в Токио – это было прощупыванием почвы. Готов ли мир принять его за пределами Дании? Когда в Токио случился успех, Рене понял, что можно идти дальше по своему плану и шокировался еще сильнее. В 2015 году он объявил, что ресторан закроет свои двери навсегда в декабре 2016 года. Не будет больше именитого ресторана на набережной Кристиансхаун. В этом историческом здании откроется северный культурный центр, не связанный с приготовлением еды. Открытие Нома в других странах на ограниченный период – это возможность самому окунуться в чужую культуру, другие продукты, другую природу и быт. Расширить свой кругозор, а затем вернуться в родной Копенгаген и на новом месте, со свежими силами открыть Нома 2.0. На этих кадрах мы видим, как Редзепи показывает своей команде будущий ресторан. Состояние удручающее и вгоняет в тоску. Но мы знаем, что если есть желание, идея и цель, то возможно все. А особенно для Рене Редзепи. А технология временного открытия ресторана в других странах позволяла шефу продолжать работу над своим любимым делом, пока в Копенгагене идут начальные и самые объемные строительные работы над его новой кулинарной резиденцией. Новое место, куда Редзепи приехал со своей командой, был город Тулум, Мексика. Ресторанта проработал с апреля по май 2017 года. И как и прежде, они использовали локальные продукты этого региона. Но с учетом своего видения на их приготовление и подачу, здесь Рене кайфовал по-настоящему. Так близко к природе он не был, наверное, со времен своего детства в Югославии. После окончания работы в Мексике, надо было уже возвращаться к себе домой и руководить процессом строительства. Чтобы все соответствовало изначальной задумке творца. Постоянных гостей и поклонников нельзя было разочаровать, а наоборот, влюбить в новое место и показать, что оно стало еще лучше. И ожидание было не напрасным. Ожидание Noma 2.0 возникло еще до окончательного закрытия старого. Эту новость, естественно, растрезвонили все крупнейшие мировые издания. Times Magazine, Fortune и многие другие. Об этом было объявлено за два года до запуска Noma 2.0. Что вызвало у людей волнение и тревогу в ожидании Noma. Получится ли? Сможет повторить свой успех? Проработки нового меню шли полным ходом еще в недостроенном ресторане. Весь новый кулинарный опыт, который удалось получить во время работы и путешествия в Японию, Австралию и Мексику, хотелось показать в новом ресторане и удивить всех почитателей. Новыми вкусовыми комбинациями и сочетаниями. Новой подачей всем новым. Заново придумать ресторан, который смог покорить сердца миллионов гурманов. Февраль 2018 года. Вы только посмотрите, как преобразился ресторан. Он стал более светлым, в чем ему помогают большие панорамные окна и стеклянная крыша, занавески, живые растения и цветы в зале. Много натурального дерева в оформлении интерьера, теплица со свежей зеленью для гостей ресторана. Повара работают на открытой кухне, и каждый гость может подсмотреть за секретами этого знаменитого ресторана. У каждого есть возможность посмотреть, как происходит магия в руках у мастеров. Кухня сама по себе очень красивая, а когда видишь, как на ней трудится одновременно 30 человек, то это просто завораживает. НОМА отличается тем, что является ярым сторонником приготовления пищи из местных продуктов и поиска еды. Хотя это и выделяет его из толпы, оно также сопряжено с уникальной проблемой. НОМА стал ограничиваться только датскими ингредиентами, а учитывая суровые зимы в Дании, количество продуктов и ингредиентов зимой стало еще более ограниченным. Результатом работы над новым меню стало разделение года на три сезона, а именно сезон дичи и леса с сентября по декабрь, сезон морепродуктов с января по апрель и вегетарианский сезон с мая по август. Каждый сезон длится 4 месяца, и меню каждого сезона предлагает только то, что следует из названия. Это создало еще один слой уникальности ресторана. Это была очередная инновация. Такого в мире еще никто не делал раньше. Успех не покидал Редзеппе на всем его жизненном пути. Мир ставил ему препятствия, а он их преодолевал и шел дальше. Но впереди было событие, о котором даже никто подумать не мог и представить в самых худших кошмарах. Событие, которое отложит отпечаток на весь ресторанный бизнес во всем мире. По разным оценкам, примерно 20% ресторанов закрылось навсегда, а все остальные пострадали в меньшей или большей степени. Но финансовые убытки несли абсолютно все. Без исключения. Это был 2020 год и пандемия COVID-19. Правительство стран запрещали работать рестораном, организовывать концерты и любые другие массовые скопления людей, чтобы остановить распространение коронавируса. Власти Дании поступили так же, и ресторан Нома закрыл свои двери, как и многие другие рестораны. Идеальное время, чтобы сесть на пол и обнять свои коленки. Но не для Рене Редзеппе. Он верил в то, что когда это закончится, а это обязательно закончится, и надо будет удивлять своих гостей. Он заперся в своей лаборатории и стал колдовать, творить и чудить. Он начал изучать Гарум, его историю и пытаться это приготовить. Впервые слышите это название, сейчас будет интересно. Гарум готовили еще древние римляне, примерно с 4 века до нашей эры. А поскольку римляне стали расширяться и завоевывать новые территории, то Гарум вошел в кухню греков, византийцев и карфагинян. Вот древнеримская фабрика по производству этого соуса. В Скале видите углубление? Вот в них и готовили этот соус. А именно брали рыбью требуху, кишки, кровь, голову, хвосты, иногда моллюсков и пряные травы. Закидывали это все в ямы, добавляли соль или просто морскую воду. Накрывали крышкой и оставляли на 2-3 месяца ферментироваться или по-простому кваситься. Мммм, вкуснота! В процессе ферментации выделялась прозрачная жидкость, которая являлась гарумом. Использовали эту амброзию как соус и приправу в кулинарии. Как вы могли догадаться, запах у таких фабрик был тот еще. И поэтому их строительство в городах было строго запрещено. А готовый гарум разливался в небольшие глиняные сосуды, закупыривался и в ерметичном виде доставляли по городам и весям. Как вообще в голову могла прийти идея залить рыбьи отходы морской водой и нюхать их потом 3 месяца. А потом отважиться добавить эту жижу к себе в салат. И как Редзепи мог подумать, что это отличная идея и собирается травить людей этим в своем ресторане. А что если я вам скажу, что каждый из вас ел или даже пил гарум? Что? 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 Встречайте, вустерский соус, он же ворчестер, который производится из рыбы и соли с добавлением лука, чеснока и тамаринда. Технология приготовления такая же, как и у гарума, только более современная. И анчоусы ферментируются на протяжении одного года, а не трех месяцев. У вас не дома такого соуса? Обязательно купите и попробуйте. Если вы ходите по ресторанам, то в орчестер часто добавляют соус цезарь, тартар из говядины или в самый известный похмельный коктейль кровавая мэри. Ничего из этого не пробовали? Окей. Азиатскую кухню любите и кушаете. Вот у азиатов есть рыбный соус. Так и называется рыбный соус. Технология приготовления точь-точь, как у гарума. Берут анчоусы, пересыпают солью и отправляют в подземные бункеры на полгода. Потом фильтрация и розлив по бутылкам. Придумали его примерно в третьем веке до нашей эры в Китае, откуда распространился по всей Азии. Добавляется во все виды лапши, азиатские маринады, салаты и мясо. Тоже не пробовали? Тогда еще один аналог. Соевый соус. Азиаты заменили один белковый ингредиент, а именно рыбу, на другой белковый продукт – соевые бобы. А вся технология осталась той же самой. Рекомендую посмотреть, как корейцы готовят соевый соус дома сейчас. По аутентичному рецепту своих предков. Видео не очень длинное и на русском языке. Ссылка будет в описании. А теперь вернемся в Данию. Во времена начала пандемии. Работа над гарумом велась задолго до локдауна. Просто это дало много свободного времени на доведение технологии до совершенства. И естественно, он работал не над рыбным соусом, которых в мире и так много. Он начал экспериментировать с другими продуктами – говядиной и грибами. Сейчас можно купить копченый грибной гарум у Редзепи. Однако объемы не настолько велики, поэтому за два года было сделано всего три партии и все сразу распроданы. Одна баночка объемом 250 мл стоит 22 евро. Мясной гарум готовится из говядины, соли, воды, ячменя и коджи. Коджи – специальная плесень, которая уже столетиями используется в японской культуре и кулинарии для ферментации. Плесень семейства Aspergillus arisae участвует в создании таких напитков, как саке, мирин, миса и рисовый уксус. Кто-то сейчас мог подумать, что это разновидность дрожжей. Но нет. Дрожжи едят сахар, а вырабатывают спирт и углекислый газ. Коджи вырабатывают энзимы, которые расщепляют крахмал и перерабатывают его в сахар, которые потом будут кушать дрожжи. Этот грибок растет всегда на растениях в естественной среде. Надеюсь, многие видели такой белый пушок. С высокой вероятностью это был коджи. Если вы посмотрите видео, которое рекомендовал про аутентичный соевый соус от корейцев, то вы увидите, что они не добавляют никакой коджи. Но соевые брикеты выкладывают на солому. И это делается не просто так. Плесень размножается спорами, и на соломе остается этих спор миллионы. И когда на эти споры выкладывают такую питательную среду, как соевый брикет, то они начинают жить и развиваться. На этих кадрах мы видим, как коджи уже развилась и начинает свою полезную работу по ферментации. Но зачем добавлять плесень в еду? Ну, во-первых, не всю подряд плесень используют, а только благородную. И она выполняет сразу несколько функций. Первое. Улучшает и меняет вкус исходного продукта. Вот вам сыр камамбер и дурблю. А также она работает как защита. Если на продукте уже высажена определенная культура полезных грибков, то вредные культуры уже не смогут прижиться. И такая оболочка не позволяет продукту пересохнуть. Вот вам колбаса фуэт и салями. И везде используется плесень. На свой уникальный гаром из говядины у Рене были другие планы. Как только ковидные ограничения чуть-чуть ослабли и разрешили работать рестораном с летними террасами и верандами, или просто на открытом воздухе, тут же появился Редзеппи и сказал, Значит так, работаем на свежем воздухе. Летний бар с вином у нас здесь, а бургеры у нас здесь. Всего два вида. Один веганский, а один мясной. Мясной, кстати, назывался викинг. Мало того, что мир еще охеревает от ковида, как тут один из лучших поваров мира говорит, что нахрен высокую кухню. Готовим фастфуд. Профильная ресторанная критика была просто обескуражена и крайне восхищена. Таким поступком, естественно, все об этом написали. Первый день продаж выстроилась огромная очередь за булкой с котлетой. Как сказал сам Редзеппи, в первый день было продано 1300 бургеров за 4 часа. И вина еще на несколько тысяч долларов. Но в первую очередь цель была не заработать, а подарить людям радость и эмоции. Расчет был на то, что люди устали сидеть дома в четырех стенах за эти несколько месяцев. И им хочется открытого пространства и вкусной еды. В наше время тяжело найти человека, который не любит бургеры. А вкусные бургеры любят тем более. А Редзеппи умеет сделать вкусно. В мясной чизбургер котлета готовится из фланг стейка с сухой выдержки. С добавлением говяжьего гарома. Для более насыщенного и интенсивного мясного вкуса. Затем котлета жарится на сливочном масле. И добавляется сыр чеддер. Кольца красного лука и соус кичунес с солеными огурчиками. Мммм, вкуснота! А что по веганам? Котлета из киноа и темпе. Ферментированная соя популярная в странах Азии. Также лист латука, соус и сама булочка готовится без молока. Веган бургер стоил 19 долларов, а мясной 23. И как и прежде, Рене Редзеппи стоял на входе Нома и лично встречал гостей своего ресторана и приветствовал локотком. По ковидному. Главное было подарить эмоции и ощущение счастья. И этому кородышке это удалось. Он опять всех переиграл и уничтожил. Нома смог радикально адаптироваться во время ковид-19. Ресторанный бизнес пострадал во всем мире. И Нома тоже. Количество гостей сократилось из-за ограничения поездок из других городов и стран. И даже те, кто жил в городе, не хотели или боялись обедать вне дома. Нома пришлось быстро пересмыслить свою страдекию. Кардинально изменить свое позиционирование. Нома адаптировался и превратился в местный винный бар, непринужденную столовую на открытом воздухе. С меню а-ля карт и обслуживанием клиентов без предварительного бронирования. Это был огромный отход от традиционного Нома, который был изысканным интернациональным рестораном, в котором подавалось только 20 блюд из местных продуктов. Для ресторана было важно сделать этот сдвиг, чтобы сохранить свою устойчивость и удержать клиентов, пока не смогут выяснить, как снова открыть традиционный ресторан. Нома не боится приспосабливаться. Одной из главных причин успеха Нома является ее гибкость в адаптации. История снова и снова показывает, что бизнес, который не адаптируется, в конце концов умирает. Помните Эль Були, в котором Редзепи работал в 1999 году? Вот он закрыл свои двери для гостей еще в 2011 году. А ресторан проработал 47 лет на тот момент, и он не выплыл. А это лучший ресторан 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 года и второе место в 2010. Пять лет и пять раз он был лучшим. Нома только четыре раза была на вершине. Три звезды Мишлен и этот ресторан не вывез, не справился с задачей идти в ногу со временем. Нома постоянно раздвигает границы и экспериментирует с ингредиентами и рецептами, с которыми раньше никто не экспериментировал. Я также вижу синергию между личной эволюцией Рене и эволюцией ресторана. Как Рене повзрослел и развился в своей личной жизни за эти годы, так и его ресторан. Изменения и инновации жизненно важны для его личного и профессионального роста. Будь то эксперименты с муравьями в качестве еды или подача в ресторане только морепродуктов в течение четырех месяцев. Нома продолжает придумывать новые и свежие идеи. Это не только делает ресторан актуальным, но и опережает время. Это делает его лидером и законодателем моды. В то время, как другие рестораны следуют пути проложенному Нома. Это также держит клиентов в ожидании новых сюрпризов. И они продолжают возвращаться, чтобы испытать новый опыт. Требуется мужество, чтобы делать такие смелые шаги и прыгнуть с головой в неизвестность. И делать то, что никто и никогда не делал раньше. Каждый раз, когда кто-то совершает прорыв, то сразу появляются последователи, которые пытаются повторить этот успех. И так происходит не только в ресторанном бизнесе, а во всех творческих сферах. Будь то музыка, кино или новый формат на YouTube. Когда только запустилась киновселенная Марвел, в нее не верили. И думали, что идея глупая и не стрельнет. Но каждый фильм первой фазы окупился. А Мстители всех поставили раком и собрали полтора лярда. Сразу появилась DC на горизонте. Потом Universal со своей темной вселенной. И Sony со Spider-Verse без паука. В музыке точно так же. Появляется новый жанр и все сразу прыгают в поезд хайпа. В 80-е – рок-музыка и бесчисленные рок-легенды. В 90-е – нью-метал, РНБ и хип-хоп. Потом поп-панк и альтернатива. Параллельно Армин Ван Бюрен и Skrillex. Затем с ноги ворвался, прости господи, русский рэп. Каждый раз был новатор и перво проходит. А потом вагон и маленькая тележка подражателей. Спрос рождает предложение. Но вернемся к ресторанам. Помните Конг Ханс Кальдер? Рене там работал в 2000 году. Потом уходил во френч-лаундре. И затем возвращался. И работал там в 2002 году. Шефом этого ресторана с 1998 года был Томас Андерсон. Нет, не Томас Андерсон. А Томас Роде Андерсон. Вот это дядя. В марте 2014 Томас ушел. И ресторан потерял свою звезду Мишлен. Конг Ханс Кальдер – это классический ресторан со скатертями, награхмаленными официантами и французской кухней. От кузин. От кузин в переводе с французского означает «высокая кухня». Та самая, которая еще 25 лет назад была законодателем мод и актуальна повсеместной во всем мире. В 2014 году на позицию шефа пришел Марк Лундгард. И уже в 2015 получил звезду Мишлен. А в 2021 году – вторую звезду. Сами догадаетесь, какую кухню продвигает шеф? Французскую высокую кухню. Только с элементами нордик. Посмотрим еще на один ресторан, который в 2021 году занял второе место среди лучших ресторанов. «Гераниум». Ресторан также находится в Копенгагене, как и Нома. И это первый датский ресторан с тремя звездами Мишлен. Третью звезду получил еще в 2016 году. А какая кухня в ресторане? Европейская, Хелси и Нордик. Не, ну этот же ресторан находится в Дании, скажете вы. Какие блюда он должен готовить? Вареники, драники, кулебяки? Справедливо. Давайте возьмем сразу... Шесть ресторанов. Которые вошли в ТОП-10 2021 года. Асадор Эцебари в Испании. Централ. Лима в Перу. Дисфрутар. Барселона. Франзен. Стокгольм. Майдо. Перу. И Пуёль. Мексика. Как можно догадаться, все заведения из великолепной шестерки не готовят кухню с севера. Однако и всех объединяют другие вещи. Отсутствие скатертей, простота и дружелюбность дизайна и общей концепции ресторана. Глиняная или другая простая местная посуда. Работа с локальными продуктами и продвижение своих национальных кухонь. Вроде это все звучит немного знакомо. Вроде как я это уже где-то слышал. Притом совсем недавно. А, когда же Нома только в других странах и продвигают не Нордик мат, а свои собственные блюда и продукты. Свой этнос и культуру. Это что, плохо? Нет, это прекрасно. Окей, это в западном мире. А что на просторах бывшего союза? В 2021 году произошла... Историческая... Гид Мишлен выдал первые свои звезды. Ресторанам в России. Давайте на них посмотрим. По одной звезде получили 7 ресторанов. Селфи, Белуга, Гранд Крю, Вайт Рэббит, Биологи, Сахалин и Сава. И сразу две звезды получили 2 заведения. Твинс Гарден, братьев Ивана и Сергея Березуцких. И Артест. Шефс Тейбл. Шеф-повар Артем Ястафьев. Первый раз и сразу 11 звезд. Урожайный год. Твинс Гарден был также отмечен особой наградой за лучший сервис. Ему же вручили и зеленую звезду. Зеленая награда также досталась ресторанам Бай Лоджи и Бьерну. А теперь давайте я вам подробнее расскажу об этих ресторанах. Только официальная информация, которая взята с сайтов этих ресторанов. Буквально по абзацу. Каждому ресторану. Шеф-повар Селфи Анатолий Казаков принимает на своей открытой кухне известных шефов и знакомит гостей с российскими продуктами. Курской свининой, мурманским палтусом, брянской телятиной, тверской спаржей, крымским трюфелем. В меню Казакова уникальная география. 15 регионов России, не считая других стран. Сезонные продукты, бережное отношение к традициям и современные техники приготовления. Три главных принципа селфи. Это какой-то заговор. Однако не икрой единой знаменита Россия. Архангельский клыкач, Каспийская белуга, заполярный палтус, засоленный по специальной технологии балык из белуги, бульон из визиги, приморская уха, мурманская скумбрия, дальневосточный морской гребешок. О, мой Бог! Вау! Наш меню достаточно короткое по меркам Москвы. Оно строится на принципе частого сезонного обновления. Давид Амерле уделяет особое внимание сезонным локальным органическим продуктам. В меню Гранд Крю всегда есть и будут стейки из говядины, сухого вызревания и чисто овощные легкие блюда. Случайности не случайны. Сезонные местные продукты, авторские рецепты и тонко продуманные сочетания, отличительные черты кухни шеф-повара White Rabbit Владимира Мухина. Следуя правилам высокой гастрономии, Владимир каждый сезон открывает дегустационным сетом, в основе которого новые продукты, идеи, комбинации вкусов. Понимаешь, меня не наивёшь, меня не проведёшь, я всё это понимаю, я всё знаю. Биология – это наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. Мы изучаем факторы сезонности, вкусовые сочетания, особые приготовления продукта, хранение, выдержки, восприятие человеком тех или иных сочетаний и вкуса, польза и вред от потребляемого продукта. В меню представлены флора и фауна нашей планеты, растения, грибы и бактерии. Активно используем процессы ферментации, много путешествуем, в том числе с целью нахождения новых локальных продуктов и способов их приготовления, интересных вкусов, понимания качества продукта, зависимости от среды, обитания и сезонности. У нас есть лаборатория, где происходит разработка блюд, меню, ферментация и своя мини-ферма для выращивания зелени. Философия ресторана BioLogy – бережное и экологичное отношение к природе, ресурсам и гостю. Совпадение? Не думаю. Ресторан «Сахалин» – проект ресторатора Бориса Зарькова. Разнообразие морепродуктов – ракушки, крабы, креветки и рыба Дальнего Востока России. Российские региональные продукты в сочетании со средиземноморскими и азианскими блюдами и техниками приготовления легли в основу нового стиля – Мелитерезиан Кужин. Савва? Андрей Шмаков прошел стажировку в легендарных Номо в Копенгагене и Чес Доминик в Кельсинке. Концепция ресторана – это современная русская кухня в авторском исполнении. Сезонные продукты, овощи, зелень и работа с фермой. Это совпадение. Только и всему. Винсгарден – ресторан, в основе концепции которого симбиоз науки и природы. На своей кухне мы используем самые последние технологические разработки и продукты собственной фермы. Благодаря нашей ферме, вне зависимости от времени года, мы можем формировать и контролировать большую часть продуктового трафика ресторана, лично отслеживать, чем питаются наши животные, выбирать оптимальные удобрения для почвы и контролировать качество овощей и фруктов. Буквально от семочки до тарелки. Воровать неплохо. Артес – энергия, направленная на создание продукта, начиная с зерна. Мы стараемся придерживаться замкнутой системы работы с продуктом, от зарождения и до перерождения. Меню а-ля карт насчитывает около 25 позиций, ингредиенты для которых готовятся в стенах лаборатории ресторана. Меню обновляется каждые 3 месяца. В меню представлены лучшие предложения из сезонных продуктов, в основном полученные от наших фермеров и посовщиков со всей России. Так неожиданно и приятно. Итак, 9 заведений из гида. И у всех как под копирку. Локальность, сезонность, национальная кухня. У кого-то еще есть научно-исследовательские лаборатории по изучению биохимии продуктов. А нельзя торговать по классике пельмешками, пирожками, селедкой малосольной, да капусткой с огурчиками квашенными? Можно. Огромное количество ресторанов и кафе, как в Украине, так и в других странах бывшего Союза, успешно работают на классических блюдах постсоветской эпохи с премесью модерна. Однако, если ты хочешь быть в тренде и на хайпе, то на одной селедке далеко не уплывешь. Надо эпатировать гостей, удивлять их, побуждать прессу говорить о тебе. Если нет хайпа, то о тебе никто не знает, о тебе никто не говорит. Вспоминаем Нома, 2003-2004 год. Я чувствовал, что обманываю людей. Мы не касались ничего нового. Готовя блюда, которые я знал, я просто заменял продукты. Я одалживал чужие идеи. Можно ехать на классических рельсах, притом успешно и долго. Но всемирного признания это тебе не принесет. Знаете, сколько ресторанов упоминается в гиде Мишлен? Одна, две, три звезды. Просто упоминание. Сколько всего? 15 тысяч 989. Ну, это до хера. 16 тысяч хера себе. А в целом? 16 тысяч отмеченных ресторанов. Это много или мало? Заходим на сайт УГИС. Выбираем город Киев. Всего 6422 заведения, где можно поесть. Из них 1083 ресторана. В городе, где официально живет 3 миллиона человек. Всего 1083 ресторана. А дорогих и шикарных ресторанов Fine Dining еще меньше. А знаете, сколько ресторанов отмечено в красном гиде Мишлен в Париже? Это такой небольшой городок, в котором проживает 2 миллиона человек. 426 отмеченных заведений. А всего мест, где можно перекусить 18 748. Люди меньше, чем в Киеве на 30%, но заведений в 3 раза больше. Кулинарная столица мира. Французы любят покушать. А теперь представьте, что вы шеф-повар и собираетесь открыть свой ресторан в Киеве. Ты будешь 1084 рестораном в городе. Но как стать первым? Ну, стандартные фразы. Не будь как все, не будь толпой, плыви против течения. А я вам скажу, что наоборот. Те люди, которые пошли за волной и работают по переработанным, адаптированным и улучшенным концепциям Ренеры Дзепи, смогли получить свои звезды и признания. Вопрос в другом. Когда изменится тренд, мода и стиль современной кухни, то смогут ли сегодняшние звезды кулинарии остаться на вершине? Рано или поздно, но на смену Нордик придет новый тренд. Что это будет, пока неизвестно. Но он изменится. Однозначно. Ничто не вечно под луной. Кулинария менялась всегда. По действиям как внешних, так и внутренних факторов. Развитие кулинарии – это огромная тема для разговора и отдельного видео. Поэтому возьмем все самое главное и фундаментальное для ознакомления. От Кузин. Высокая кухня появилась во времена монархии и буржезии во Франции. Примерно с 17 века и до начала 20. Чем запомнилось? Все дорого-богато. Только самые лучшие и дорогие продукты. Помните про сезонность и локальность? Вот повара этой эпохи придумали это. Не Редзепи, а повара 300 лет назад. Только наоборот. Как насчет хрустящего мельфея с нежным кремом и свежей малиной? В декабре. Сезонность. Ты повар. Мать его. Короля. Бабки. Не проблема. Или тебе нужна икра паюсная, она же черная. То везти ее надо только из Российской империи. Холодильников нет, дорог нет, быстрой логистики нет. Но бабок до хрена. Везем икру на все деньги. Дорого, богато. Кузин классик. В 1900 году приходит молодой человек Жорж Агюст Эскофье и модернизирует высокую кухню в классическую. Он проделал работу по упрощению и уточнению работ мэтров и шефов. Основные изменения заключались в замене сервиса а-ля франчайз, подача всех блюд одновременно. Это когда и холодец, и оливье, и булочку ржаную, и бок бараний, кисель, шашлык, и торт Наполеон. Все сразу. Твоя бабуля оценила бы такой подход. Заменили на сервис а-ля рус, подача блюд курсами, и разработка системы кулинарии на основе Легайт Кулинари Эскофье, которая формализовала приготовление соусов и блюд. В свое время она считалась вершиной высокой кухни и была стилем, отличным от кухни буржуазии. Следующая веха – это новель Кузин, который зародился в 1960-х годах. В целом новая кухня делает упор на натуральные вкусы, поэтому используются максимально свежие ингредиенты. Упрощается приготовление, реже используются тяжелые соусы и крепкие маринады для мяса, а время приготовления сокращается. Меню становилось все короче. В блюдах использовались более изобретательные сочетания и поворачьи ирпали вдохновление из региональных блюд. А теперь, когда мы погрузились в историю Нома, мы стоим на финишной прямой и готовы к последнему рывку. Но нам надо еще информация и контекст, так как история хоть и объемная получилась, но не полная. Что если я вам скажу, что Рене Редзеппи не гений, и ему просто повезло оказаться в нужной точке истории со своими идеями и манифестами? Если бы он продвигал свою северную кухню в 80-е годы и любовь к природе, то это бы не привело к успеху и мировому признанию. Помните, я вам только что рассказывал про От Кузин, потом Кузин Классик и Новель Кузин, который зародился в 60-х годах. Неужели с 1960 года по 2010 никто не смог придумать новый кулинарный тренд или направление в кулинарии, которое смогло бы завоевать мир? Неужели 50 лет все повара сидели и готовили французскую кухню и не придумывали ничего нового? Придумывали и заново открывали, и изобретали значимую часть кулинарии, а инновации, которые они подарили миру, используются до сих пор лучшими поварами в мире, включая Рене Редзепи. Осталось рассказать о кулинарном тренде, который был в преддверии Nordic Mad, а поможет нам с этим каталонский повар, который проработал шефом 24 года, имеет 3 звезды Мишлен, и его ресторан был лучшим в мире 5 раз. А в 1999 году в этом ресторане стажировался и работал молодой и никому неизвестный датский повар, которого звали Рене. Ресторан Эль Були. Сразу отправляемся в конец 1950-х годов и знакомимся с немецким доктором Гансом Шиллингом и его женой Маркетой, которые купили кусочек земли в городе Роузес, Каталония, что находится в Испании, на склоне горы возле самого моря. Живописно и красиво, просто охереть. Открывают в 1961 году бар, а в 1964 году полноценный ресторан. И назван ресторан в честь своих собак, французских бульдогов, которых в народе называют були. Поначалу ресторан готовил самую обычную еду, без изысков. Доктор Шиллинг, проводивший большую часть года в Германии, имел обыкновение ходить в лучшие рестораны континента, откуда привозил лучшие идеи, которые постепенно внедрял в своем ресторане. С 1970 года ресторан Эль Були набирает силу. Стали подавать гораздо больше французских блюд, в том числе фламбе из морского окуня с фенхелем, креветки в перно, это такая анисовая настойка, двойной антрикот с соусом Биарнест и Бистроганов. Всякий раз, когда доктор Шиллинг возвращался в Роузес осенью, он всегда радовался прогрессу, который достигла его жена Маркета в управлении рестораном. И каждый раз привозил новые идеи, предметы и в том числе продукты, которых в то время было трудно импортировать. В 1981 году дела у ресторана идут в гору, и Маркета сама уже не справляется с объемом работы. И они нанимают на должность управляющего рестораном Хули Солера. который благодаря своему отцу с детства крутился в сфере обслуживания и постигал сервис и добротушное отношение к гостям заведения. Договор, который он заключил с Шиллингами, включал в себя стажировку в двухзвездном ресторане в Германии, чтобы осуществить промышленный шпионаж и позаимствовать опыт и наработки своих конкурентов, а также посещение других ресторанов в Европе, чтобы подсматривать и интересоваться, как там у них все устроено. Как результат, сервис вырос, блюда стали более современными, стали готовиться по французским технологиям. Управляющий и управляющий, чего про него рассказывать? Это бессменный управляющий ресторана с 1981 года и до момента его закрытия в 2011. И именно Хули Солер нанял на работу рядовым поваром Феррана Адрия в 1984 году. В этом же году ресторан покидает шеф Жан-Поль Винай, и менеджер ресторана настаивает на том, что надо дать дорогу молодым и перспективным, а не искать опытного шефа, как это было ранее. В октябре Ферран и Кристиан Люто стали шеф-поварами ресторана. Им повезло, так как в эти месяцы, октябрь, ноябрь, декабрь и январь, ресторан приходило очень мало гостей, и это дало им свободу времени. В выходные два шефа посещали другие рестораны, по крайней мере на те, которых у них хватало денег. В этом же году совершили свою первую командировку во Францию. Те пообедали в ресторане «Люсена Ванеля» в Тулузе. Впоследствии, в путешествии, которое они совершили с доктором Шиллингом, у них была возможность посетить великолепные рестораны французской высокой кухни. И в некоторых из них они договорились о стажировках без отрыва от производства, которые Ферран и Кристиан прошли в 1985 году. В течение трех лет, когда Ферран и Кристиан руководили кухней Эль Були, они тщательно изучали наследие «Кузин Классик» и «Новель Кузин». Если посмотреть на фотографии блюд, которые они подавали почти 40 лет назад, то видно, что уровень ребята взяли очень высокий. Да, видно, что подача уже старомодная, и фуд-фотографы тогда были явно хуже. Однако, ребята молодцы. Я когда на повара учился с 2007 по 2010 год, вот нас учили презентации делать хуже, намного хуже. Поверьте, вам не стоит видеть эти фотографии с тех времен. В начале января 1987 года Кристиан Люто покинул Эль Були, чтобы открыть ресторан в Аликанте. Благодаря этому Ферран впервые взял на себя единоличную ответственность за кухню и начал прокладывать свой собственный путь. В этом же году Адрия посетил Лазурный берег с группой профессионалов ресторанного дела, чтобы познакомиться с некоторыми престижными ресторанами. На собрании один из участников спросил французского шеф-повара Жака Максимина. Что такое творчество? Творчество – это не копирование. После этой фразы Ферран Адрия в своем познании настолько приспомнился, что он уже как будто 100 миллионов триллиардов лет проживает на триллионах миллиардов планет, как и эта земля, он твердо решил, что дальше будет только свой собственный путь и поиск самовыражения через еду, которую он готовит. Вернувшись с ресторан, мы были убеждены, что нам следует все меньше и меньше пользоваться книгами известных поваров и что мы должны найти свою собственную неэтичность. Это было началом творческого пути в Эль Були. До зимы 1986 года Эль Були каждый год закрывался на два месяца – с 15 января по 15 марта. Но начиная с 1987 года, период закрытия был продлен до 6 месяцев – с 1 октября по 1 апреля. В этот период у нас почти не было клиентов, поэтому сохранение ресторана открытым означало значительные финансовые потери. И то, что изначально было необходимостью, впоследствии стало фундаментальной особенностью Эль Були. В 1990 году Национальная гастрономическая академия наградила Хули Солера призом за лучший менеджмент ресторана. А два года спустя Ферран Адрио получил приз за лучшего шеф-повара. Но более важно то, что в 1990 году гид Мишлен присвоил ресторану вторую звезду. Но это еще не все события, которые выпали на этот год. Семья Шиллингов решила уйти на покой и пенсию и продать свой ресторан. А предложили его выкупить Феррану и Хули. Такую возможность они не упустили. Уже в следующем году начался полный ремонт и реновация ресторана. Летом 1991 года скульптор Ксавье Меддини Кампенни, друг и гость Эль Були провел с Ферраном серию бесед об искусстве и творчестве. После чего пригласил его поработать в своей мастерской в Пало Альто. Следующей зимой, когда Ксавье работал, Ферран готовил блюда, которые потом они ели на обед и ужин. Каждый день. Но прежде всего он пережил незабываемые впечатления. Во-первых, он смог открыть для себя то, как работает творческий человек. Мир, который до этого он не мог видеть вблизи. И ему стало ясно, что увиденное можно применить к миру гастрономии. Творческий подход зародился именно в этот момент. После окончания ремонта на парковке и террасе было принято решение о проектировании и строительстве новой кухни. В 1992 году у нас уже были очень четкие характеристики, которыми она должна обладать. Мы сделали модели, мы решили использовать инновационные материалы, которые не были распространены на кухнях. Мы включили скульптуры Ксавье Медийный Компейни, которые сегодня являются символом нашей кухни. В результате получилось помещение площадью 325 метров квадратных со всеми необходимыми установками и оборудованием. А раньше вся площадь кухни была 50 метров квадратных. Эль Були, который мы знаем сегодня, не был бы таким знаменитым без этой кухни. Поэтому можно сказать, что она стала фундаментальным элементом эволюции ресторана. В 1993 году шеф издает книгу Эль Були «Вкус Средиземноморья». Ферран Адрия подходит с анализом своей кухни, которую он готовил последние 10 лет. Это был не простой сборник рецептов и фотографий, а книга со взглядом в философию Эль Були, стилю и способу создания кулинарии. Книга отображала желание систематизировать кухню. С 1994 года техника «Концептуальный поиск» был их главным творческим бастионом, не отказываясь от других стилей и методов. В последующие годы родились пенки, новые пасты, новые равиоли, мир соленого мороженого, новая карамелизация. В этот год открывают курсы для профессионалов, а в следующем году кейтеринг в Барселоне, чтобы увеличить свое покрытие и завоевывать большую аудиторию. Бизнес процветает, количество поклонников, творчество растет и признание тоже. Книги начинают разлетаться, как горячие пирожки. И вот наступает 1997 год, и Эль Були становится третьим рестораном в Испании, который получил долгожданную третью звезду Мишлен. Другие два ресторана – это Арзак и Эль Рако де Камфейбес. Потом на волне успеха выпускают еще несколько книг, а в 1999 году выпускают свою линию растительного масла и уксуса с различными вкусами. В этом же году Ферран Адрия попадает на обложку «Эль Паис», а это одно из самых читаемых изданий в Испании, что увеличивает узнаваемость шефа еще сильнее. Теперь каждая собака знает про Адрия в своей стране. В 2001 году Эль Були начинает работать только на ужины и отменяет обеды в ресторане. Если вы забыли, то ресторан Нома также работает только на ужинах – с 5 вечера и до 12 ночи. Как, впрочем, и многие другие рестораны – файн дайнинг. Все остальное время они готовятся к ужину, делают заготовки, официанты сервируют столы, идет полная подготовка к работе. Вот к такому принципу пришли и в Эль Були. С 2001 года ребята начинают угорать по-полному, начинают сами себе проектировать и разрабатывать посуду для подачи своих блюд. Еда становится полноценным искусством. Уже важен не только вкус, но и форма. Надо упомянуть, что еще с 1993 года Ферран Адрия начал процесс каталогизации своей кухни. Для этого он брал все свои старые рецептуры, технологические карты и заново их готовил. Но при этом описывались все физико-химические процессы, которые происходят при приготовлении, а также делаясь современные фотографии блюд. Вот это все складывалось в отдельный каталог по годам и с полным набором информации. Для этой цели в 1999 году был куплен завод площадью 260 метров квадратных. Там разместился Эль Були Кармен. В 2002 году выходит первый том этого каталога, который охватывает 1998-2002 год, затем 1994-1997 и 1983-1993 год. Талоги имеют огромный спрос и хорошо продаются. Люди их покупают. А как говорится, куй железо пока горячо. Поэтому каждый год выходили еще каталоги. Эль Були 2003, Эль Були 2004 и так далее. Как итог, в 2002 году в ресторане не было нового меню. Народ прочитал каталоги и такой «Вау, круто! Не ел этих старых блюд, но очень хочу!» И в этом сезоне в ресторане была компиляция лучших блюд за прошедшие годы. Еще одно важное событие 2002-го. Эль Були первый раз назван самым лучшим рестораном в мире. А в следующем 2003-м произошел взрыв популярности. Общеизвестные мировые издания, которые не связаны с кулинарией, начинают рассказывать о Адрии. Нью-Йорк Таймс. Новейшая новая кухня. Как Испания стала новой Францией. Эта статья занимала 14 страниц в газете. Или вот французская газета Le Monde, которая называют Ферран Адрия алхимиком. А журнал Тайм включил его в список 100 самых влиятельных людей, наравне с политиками, общественными деятелями и прочими сильными мира сего. И после этого Ферран становится просто рок-звездой. О нем узнали не только люди, знающие, но и вообще большая часть людей, которые умеют читать и писать. В 2004-м наш испанец помогает открыть научно-исследовательский центр, который называется Alicia Foundation. Название произошло из слияния двух слов на испанском. Alimentation – еда и sciencia – наука. Этот центр работает и по сей день, и занимается всем, что связано с едой. Исследование инноваций в области гастрономии, развитие бизнеса в пищевой отрасли, исследование пищевых проблем, связанных с болезнями, улучшение пищевых привычек, как формула инвестиций в здоровье людей, преумножение и возрождение пищевого и гастрономического наследия территорий, передача и распространение знаний о еде. В 2006-м году 60 профильных журналистов собрались и составили список самых влиятельных шефов со всего мира. Ферран Адрия занял первое место. В дополнение ко всему этому, уже во второй раз Эль Булли становится лучшим рестораном мира. Кое же звание получит в 2007, 2008 и 2009 году. В 2010-м, после пятикратного триумфа с лучшим рестораном мира, коллегия из 500 человек проголосовала за Феррана Адрия как за лучшего шефа десятилетия. В 2007-м году на экраны вышел мультфильм «Рататуйб». Вы не поверите, но Ферран Адрия дублировал на испанский язык маленькую роль. Вы соизволите сделать свой выбор? Ваш суп чудо как хорош. Мы едим его каждый раз. А что у вас еще есть? Какой-то сюрприз. Есть отменная фуагра. Да, я знаю про фуагра. Мы его тоже часто заказывали. А что у повара новенького? Они хотят что-то новое! Новое? Да, роль совсем небольшая. Однако она показывает уважительное отношение и признание к человеку. А знаете, кто в оригинале озвучивал эту же роль? Томас Келлер. Я когда откопал это, то в очередной раз знатно так удивился. Два шефа, которые повлияли на становление Редзепи. Как повара в разное время, на разных континентах. И эти два шефа озвучили одного и того же персонажа в мультике. Выносят мозг. Мастер Увейк. Без тебя никак. Случайности не случайности. И еще кое-что. У каждого фильма есть различные консультанты. Вот в фильме Рататуй был такой консультант по еде и блюдам. Томас Келлер. Дизайн того самого Рататуя в финале фильма был создан именно Томасом Келлером. На один бесполезный факт в вашей голове стало больше. А ну еще Сан-Испектора в оригинале озвучил Джейми Ольвер. В 2007 и 2008 году продолжают выходить книги. Первая. День в Эльбули, где 24 часа жизни ресторана. Представлены на 300 страницах с огромным количеством фотографий и описания к ним. А также вторая книга. Эльбули изнутри. Биография ресторана. Личный взгляд на историю Эльбули и ее главных героев. Также родной брат Феррана, Альберт, выпускает в свою вторую книгу, посвященную десертам. «Натура». В течение последних двух лет он черепал вдохновение в природных формах. Что же стало очень заметным стилем в его карьере. Земля, орхидея, стручок гороха, оттепель или мох. Вот одни из названий его десертов. В этот же период наш шеф становится еще и доктором наук. Дважды. С разницей в полгода. Первый раз это был химический факультет Барселонского университета. А во второй в шотландском университете в Абердине. Уже подходим к 2009 году. Помните Эльбули Кармен? Научно-исследовательский центр, который занимался каталогизацией кухни и ресторана. Вот в этом году он выпускает огромную работу. «Эльбули. Хистория де Унсуэно». Если я сделаю еще два обширных ролика про испанских шефов, то я натурально заговорю на испанском. Огромное количество информации только на испанском языке, которую надо переводить и пытаться читать ее. Но моя жена будет точно довольна. Обожает испанский. Так вот, Эльбули. История де Унсуэно. Коробка из 10 DVD-дисков, которая включает в себя историю ресторана с момента его создания семьей Шиллинг. И до наших дней. При участии Хули Салера и Феррана Адрия. В 2010 году Ферран объявляет, что после сезона 2011 года ресторан будет закрыт на два года. И уже в 2014-м откроется в совершенно новом формате, ориентированном на исследование пределов творчества. В этом же году Ферран возглавляет Баски кулинарный центр. Это знаменитая на весь мир школа для поваров, где ты учишься задорого у лучших преподавателей. Среди этой кучи действительно именитых поваров нас интересуют двое. Испанец Ферран и датчанин Рене. Спустя 10 лет эти двое снова встретились. Целью органа будет консультирование по стратегическим задачам, патронажа будущего факультета гастрономических наук и центра исследований и инноваций университета Мандрагона. А вот наступает 2011 год. И это, к слову, последний год, когда ресторан принимал гостей и устраивал ужины. Адрия презентовал архитектурный проект сначала в Матрид Фьюжн, а затем и в городе Роузес перед жителями и бизнесменами района. Выбранным архитектором является Энрик Руиз Гелли, который вместе со своей командой Клауд Найн работает с Ферраном. Над определением передового проекта в области экологической устойчивости новый Эль Були должен был стать научным центром в исследовании еды, техник и технологий. Уже 30 июня 2011 года состоится последний ужин в истории Эль Були. Со следующего дня Эль Були становится фондом. В этот последний день, получивший название последний вальс, участвуют повара, которые 20 лет были с этим рестораном, а также ряд поваров, которые прошли через Эль Були в прошлом. Посмотрите, это прощальное видео с рестораном. Тут как часть истории мелькает Ренер Эдзеппе и, естественно, верный друг и товарищ Хули Салер. А вер, señores, ¿eh? Estamos a punto. Ahora sí, ¿eh? El último plato de la historia del Bulli. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вам столько всего рассказал про путь и историю испанского шефа. Но в целом, на копировании блюд Бакюза и других классических французских метров такой хайп не собрать. Я специально вам не говорил, какой тренд был до Нордик Мат. Но время пришло раскрыть все карты. Ферран Адрия является одним из адептов и первопроходцев молекулярной кухни. Он был одним из первых, кто этим занялся и начал продвигать молекулярную кухню наряду с Хестоном Блюменталем и Хуаном Мари Арзаком и многими другими знаменитыми поварами. Блюменталя мы можем увидеть на фото, когда Адрия возглавил Баский кулинарный центр. А Хуана Арзака я упомянул здесь. 597 год. И Эль Були становится третьим рестораном в Испании, который получил долгожданную третью звезду Мишлен. Другие два ресторана – это Арзак и Эль Рако де Конфейбес. Ресторан Эль Рако де Конфейбес проработал 32 года и закрыл свои двери в 2013 году. А вот Арзак работает до сих пор, и его история тоже очень интересная и тянет на отдельный документальный фильм. У нас в стране в начале 2010-х только и говорили о молекулярной кухне. Но никто толком не знал, что это такое и где это можно попробовать. В столицах, конечно, были люди осведомленные, но в большинстве своем, что это такое и с чем его едят, не знал никто. И как так получилось, что уже через 10 лет это никому уже и не нужно? Вы когда в последний раз слышали о молекулярной кухне? А сможете назвать хоть один ресторан в вашем городе? Хер с ним! В вашей стране хоть один ресторан, где готовят именно молекулярную кухню. Не классические блюда с вкреплением молекулярки, а полностью молекулярная кухня. Вот и я не могу. Давайте разбираться, почему так произошло. Нельзя просто так взять и начать рассказывать о молекулярной кухне. Нам опять нужна история, контекст и личности. Первый, кто нам в этом поможет, английский физик Николас Курти. Николас родился в 1908 году в Будапеште. И у него были еврейские корни. И в те годы антисемитизм был в тренде. Из-за чего он перебрался из Венгрии в Париж и окончил университет Сорбона. Дальше под руководством профессора Франца Симона защищает докторскую степень по физике низких температур. Где бы вы думали это произошло? В Берлине. Но это все происходило до прихода вот этого парня с зализанной прической и маленькими усиками. А вот когда он обосновался в Рейстаге в 1933 году, вот тогда Николас вместе с Францем и свалили из Германии. Еврейские корни, незабываем, обосновались в Оксфорде, Англия. Во время Второй мировой войны Николас и Фрэнсис в эмиграции из Франца Симона он стал Фрэнсисом Саймоном. Так вот, эта сладкая парочка работала над Манхэттенским проектом. Не знаете, что это или слышали когда-то, но забыли. Это разработка и создание ядерной бомбы. И как результат их работы взрыв гаджета мощностью 21 килотонна. Взрыв толстяка 21 килотонна. И взрыв малыша мощностью до 18 килотонн. По разным оценкам в результате этих взрывов погибло от 150 до 240 тысяч человек. Это точно видео про датского шеф-повара Рене Редзепи, его ресторан Нома, там современная кухня, Нордискмат, как Нома изменила ресторанный мир. Я точно ролик про это смотрю. Не волнуйтесь, у меня есть тактика и я ее придерживаюсь. Война закончилась и наши хлопцы вернулись к себе домой в Англию. Продолжали упарываться по науке, но уже без больших взрывов и фейерверков. В 1956 году в своей лаборатории провели эксперимент, в результате которого получили температуру в установке в 1 микрокельвин. Если перевести это на нормальный язык, то получится минус 273 градуса Цельсия, а эта температура абсолютного нуля. Ниже просто невозможно. При такой сверхнизкой температуре останавливается любое движение атомов и молекул в системе. Да, понятно, что они не смогли достичь абсолютно абсолютного нуля. Но они смогли подойти максимально к этой точке. Очень удобно мамины пельмешки замораживать. Только себестоимость таких пельмешек будет как у поддержанного Астон Мартина. Так как реагенная установка жрала энергии как конь. Во время ядерного взрыва 20 килотонной бомбы в самом эпицентре в первые миллисекунды температура около возле 10 восьмой степени по Кельвину, что в переводе на человеческий язык примерно 100 миллионов градусов Цельсия. А уже через 11 лет они смогли вплотную подойти к абсолютному нулю. Хлопцы кидались из крайности в крайность. Дело в том, что у нашего доктора было хобби кушать вкусно и кушать много. Но его профессиональная деятельность оставляла отпечаток и на обычную жизнь, включая еду. В 1969 году он выступил в Королевском институте с докладом под названием «Физик на кухне». Есть такой классический десерт «Запеченная Аляска». В чем суть? Открываем морозилку в минус 273 градуса, достаем мороженое, оборачиваем его в готовый бисквитный корж и покрываем этот колобок итальянской или швейцарской меренгой. Это безе по-простому. И опаливаем газовой горелкой. Или вставим в духовку, чтобы меренга сверху запеклась. Сразу подаем, чтобы мороженое внутри не начало таять. Так вот наш кулинарный физик во время своего доклада взял и приготовил запеченную Аляску наоборот и назвал это «Замороженная Флорида». Ну, типа на Аляске холодно, ее надо запекать, а во Флориде горячо, ее надо замораживать. Я хер знает, что в голове у этих физиков ядерчиков происходит. В чем идея? Опять открываем нашу знаменитую морозилку, достаем замороженное безе, наполняем его ликером, ставим эту пироженку в микроволновку, которые вот-вот появились на свет и на максимум прогреваем. По итогу замороженная безешка с горячим ликером внутри. По типу шоколадных конфет вишня в коньяке, только вместо шоколада безе замороженное, а внутри начинка кипяток, как чай. Новый десерт произвел успех во время доклада. Всех слушателей это удивило и позабавило, но сказать честно, этот десерт не прижился. А вот ядерное оружие и сверхнизкие температуры прижились, до сих пор пользуемся этими технологиями. Я пытался найти хоть одно фото современных интерпретаций этого десерта. Но пусто. Ничего нет. Но вот самое интересное для нас наступает в 1988 году, когда Николас и французский химик, и физик Эрветис впервые используют термин молекулярная кухня. Термин молекулярная кухня не является единственно верным. Ее еще называют экспериментальной. Эрветис всю свою жизнь проработал в пищевых и аграрных институтах. Изучал механизмы явлений, происходящих при кулинарных превращениях. Если говорить по-простому, то берем сырое куриное яйцо, смотрим, из чего состоит, а потом его варим, смотрим, как изменился его химический состав. Потом берем второе яйцо, жарим и смотрим, как изменился состав в этот раз. А если это все проделывать при разных температурах? Вот такой скокотой занимался РВ. Не настолько эпические увлечения, как у его коллеги с ядерными хлопушками, но в историю человек тоже вошел. Два ученых занялись изучением новых методов создания блюд и продуктов, необычных форм, текстур и вкусов. В 1992 году Николас Куртий и РВТС отправились в Италию и провели там серию лекций и семинаров для ученых и поваров, которые разделяли их взгляды. Этот тур они назвали молекулярной и физической гастрономией. На этих собраниях обсуждались новые методы приготовления блюд. Также впервые было озвучено предположение, что если вдруг придет понимание всех физико-химических процессов, которые происходят во время приготовления еды, то можно будет улучшить традиционные поварские способы и методы приготовления блюд. На этих же семинарах Николас Куртий сказал фразу, которая стала знаменитой. Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе. В то же время РВ подумал, что сможет выделить из ананасового сока фермент бромелайн, который сможет расщеплять белок и с его помощью превратить мясо в желе. После этого симпозиума у наших ученых появились последователи, которые приняли их философию, а не стали футуристами в кулинарном мире. Они пытались заменить архаичные способы приготовления еды на точно выверенные методики и процессы. Возможно, вы догадались, что одним из последователей был Ферран Адрия. Он как раз закончил ремонт на своей кухне в ресторане и был в поиске новых идей для своих блюд. А тут как раз наука. Ферран Адрия начинает плотно сотрудничать с РВ. Сам Ферран предпочитал называть свое новое увлечение не молекулярной кухней, а деконструктивной или провокационной. И главной ее целью он ставил поиск неочевидных связей и играющих на контрасте вкусов и ароматов. Главной целью Адрия ставил шок и удивление для гостей. Молекулярщики любят менять форму привычных продуктов и улюд и вкусовые сочетания. Шеф, который увлекается экспериментальной кухней, может приготовить твердый борщ в виде кубиков, выложить их на пену из бородинского хлеба, а мясо подать в виде зеленой икры. Правда, есть одно маленькое но. Для того, чтобы готовить блюда молекулярной кухни, необходимо к стандартному оборудованию еще купить и научиться пользоваться дополнительным специализированным инвентарем и оборудованием с шоковой заморозкой, с сублиматорами, дегидраторами, вакууматорами, сувидом, роторными испарителями, центрифугами, гомогенизаторами, сифонами применяются только инновационные технологии и методы. Очень важно четко следовать пропорциям, так как молекулярная кулинария требует внимательности и точности. Если перебочить с реагентом, то вместо мягкого и нежного желе может получиться кусок жесткой резины, а если положить меньше, то вообще ничего не получится и все поплывет. По этой причине домашние экспериментаторы часто получают фиаско, особенно на первых порах. На приготовление некоторых блюд может уйти несколько дней. Так, например, только дегидрация продуктов может занимать больше суток. Окей, а какие основные приемы молекулярной кухни? Эспумизация. Ну, во-первых, эспума в переводе с испанского это пена, а эспумизация это пенообразование, соответственно. Особенно внимательные зрители могли заподозрить, что раз эспума это слово испанское, ферранадрия тоже испанец, так может они как-то связаны? И да, сюрприз-сюрприз, ферран действительно придумал эспумизацию. Пена бывает условно двух видов. Губчатая готовится, как правило, на лицетине с помощью блендера и плотная готовится с желатином в сифоне. Пену можно замораживать, но тогда она готовится на ксантане и желатине в сифоне. Эспума обладает насыщенным вкусом и передает воздушность и легкость блюду. Все реагенты, которые нам нужны, мы выписываем в отдельный список. Потом мы их разберем. Сферификация. И снова Эльбули, 2003 год. Я тогда еще учился в школе в восьмом классе, а ферранадрия придумал, как сделать съедобную сферу с плотной оболочкой и насыщенной жидкой сердцевиной. Гений. Главные ингредиенты это альгинат натрия и соли кальция. При таком способе сферификации можно делать сферы разных размеров. От маленьких икринок до хороших ревиолей. Также возможен вариант приготовления икринок при помощи желатина или агара. Но в таком случае получается мармелад с однородной структурой. Жидкая сердцевина не получится. Гели и желе. Все мы знаем, что такое желе. Но немногие знают, что есть еще и гели. Гель это смесь жидкой и твердой фракции, которая может прекрасно держать форму, но при этом мягкая и нежная текстура на вкус. Для производства желе подходит желатин и агар. А для гелей желатин не подходит. Но прекрасно справляются агар и капо-акарагинан. Эмульсификация. Есть масло и вода. Они не смешиваются между собой. Масло всегда будет плавать на поверхности. А если надо объединить масло и воду, тут нам и поможет эмульсификация, которая объединяет их в единое целое и не позволяет расслоиться. Майонез видели? Вот это и есть эмульсия. Лимонный сок, вода, горчица. Это все вода в соусе. А масло – это жир. За образование эмульсии отвечает лицетин, который содержится в яичном желтке, который также входит в состав майонеза. Молекуриарщики чаще всего используют растительный лицетин, выделенный из сои. Трансглютаминаза – это особые ферменты, которые способны соединять между собой белок. Говоря проще, мясной клей. И этими ферментами можно склеивать между собой разные куски мяса, и они не будут разваливаться. Даже после термической обработки можно склеивать между собой разные виды белков. Например, 2, 3 или даже больше видов рыб и морепродуктов. Итак, мы посмотрели на самые основные приемы, которые используются в молекулярной кухне. И даже выписали некоторые реагенты. Вот список, что мы выписали. Но давайте еще расширим наш список дополнительными реагентами. Так это что получается? Молекулярщики кормят людей химией? В магазин заходишь, а там на полках сплошная химия. Приходишь в дорогущий ресторан, а там лучший шеф десятилетия химикатами тебя пичкает. Да, так и есть. В ресторанах уже давно практикуют добавлять страшную химию в блюдо. Мать моя женщина! Эти психи даже глютомат натрия используют. Каждый из нас знает, что это гадость и отрава в чистом виде. Которую добавляют в чипсы и сухарики, чтобы убивать наших детей. Так как же домосоны не спят. Есть такая штука LD50 называется. Это средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы. Один из наиболее широко применяемых показателей опасности ядовитых и умеренно токсичных веществ. Измеряется в граммах на один килограмм веса испытуемого. У глутамата натрия 16,6 грамм на один килограмм. То есть лично мне надо съесть один килограмм и 328 грамм глутамата, чтобы умереть с вероятностью в 50%. А обычной поваренной соли мне надо съесть за один прием всего 240 грамм, чтобы добиться такого же результата. Что-то никто не кричит о вреде соли и что ее надо запретить. Но я вам открою секрет и скажу, что глутамат содержится в натуральном виде, в привычных для вас продуктах питания. Например, в 100 граммах помидор содержится 140 миллиграмм этой травы. Если я съем 10 килограмм помидор, то в организм попадет всего 140 грамм глутамата. То есть моя полулетальная доза это 95 килограмм помидор за один присест. Я столько не съем. Ну ок, какие еще продукты богаты глутаматом? Шампиньоны 180 миллиграмм на 100 грамм. Брокколи 170 миллиграмм. Грецкий орех 660 миллиграмм. Соевый соус 1 грамм. Сыр пармезан 1,2 грамма. Тут у вас мог возникнуть вопрос. Нахрена итальянцы добавляют эту химозу в свой сыр? А прикол в том, что не добавляют. В молоке также есть глутамат. И когда головка пармезана созревает на протяжении от 1 до 3 лет, то он теряет влагу и все сухие вещества, которые были в исходном сыре, начинают концентрироваться. И из-за этого растет содержание глутамата в готовом продукте. И именно он и дает такой насыщенный и пряный вкус. На 1 килограмм пармезана уходит примерно 16 литров молока. Для справочки. Что-то похожее на пармезан начали делать в Италии еще примерно в 13 или 14 веке. А современный его вид появился в 17 веке. А глутамат смогли выделить в чистом виде только в 1908 году. И вот вы опять можете возразить, что это все равно химия. Ее сейчас пичкают везде. Вот раньше в Советском Союзе все было качественно. Мороженое только из молока и яиц сделали, а колбаса была из мяса. А не вот это вот все. Мороженое в Советском Союзе начали производить с 1932 года. Давайте взглянем на советский ГОСТ 119-52. Последние две цифры указывают на год принятия. Во всех видах мороженого количество вводимых стабилизаторов должно быть в процентах, не более. желатин 0,5 агар 0,3 мука пшеничная 2 крахмал пищевый 2 альгинат натрия 0,2 и казинат натрия 1 Как вам? Мороженое с мукой и крахмалом. Еще какой-то альгинат и казинат. Подождите. Альгинат натрия. Это же использовал ферран адрия для сферикации на своей кухне. То есть это вещество уже было известно науке и вовсю использовалось в пищевой промышленности. Ну ладно. Мороженое было из говна и палок. Но колбаса колбаса-то в Союзе была хорошая. Давайте смотреть. Колбасы ГОСТ 23670 79 Крахмал картофельный мука пшеничная натрий азотокислый нитрит натрия натрий азотокислый натрий нитрит глюкоза кристалическая сорбит пищевой ксилит пищевой натрия триполифосфат натрия фосфорнокислый натрия пирофосфорнокислый натрий аскорбиново кислый натрия аскорбинат кислота аскорбиновая натрия двууглекислый натрий углекислый натрий углекислый 10-ти водный Как видите, список разрешенных химдобавок в самой настоящей и чистой колбасе просто поражает. Но остановимся на нитритной соли. Он же нитрит натрия из нашего списка. Кстати, это самая опасная пищевая добавка в списке. Имеет оранжевый уровень опасности. Все остальные добавки имеют или нулевой или зеленый уровень. Итак, нитритная соль подавляет развитие гнилостной микрофлоры, увеличивает сроки хранения, а самое главное, она позволяет сохранить розовый цвет колбасе. Без нитритки колбаса была бы бледная и серая. А так отрезаешь кусочек докторской, сервелар, салями и любую другую колбасу, а она розовая на срезе. Кайф! А если вареные колбасы это опциональная добавка на самом деле, то в сыровяленые без нее вообще никак. И будь то колбаса или хамон или прошута, то без нитритной соли магия не получится. Но вот некоторые особо упоротые смогут возразить, что я вот дома колбасу сам делаю и никакую химию в колбасу не добавляю. Хранится долго, невероятно вкусно, едим сей семью и соседям раздаю. Зайка моя, дома ты можешь хоть томатный сок по вене пускать. А если ты огромный мясокомбинат, в котором готовят колбасы, то ты просто обязан соблюдать санитарные нормы и технологии. Объясняю на пальцах. Если покупатель отравился твоей колбасой, то он больше ее не купит. Это понятно. А если он достаточно принципиальный и настойчивый, то можно слопотать иск в суд. Но надо понимать, что мясокомбинат выпускает колбасу тоннами. И если произойдет отравление, то массовое. А это уже коллективные иски. СМИ такие истории жуть как любят. Ну и спрос на колбасу упадет. Да это уже будет неважно. Так как после массовых отравлений, да еще и с резонансом в общественности, твое производство просто закроют санитарные службы. До выяснения обстоятельств. Если ты управляющий предприятие, и при больших объемах решаешь не положить нитритную соль, так как весь такой эко и органик, то ты дурак. Так как в случае массового отравления, ты будешь молиться, чтобы СС не обнаружил кишечную палочку, сальмонолез, тиф, чуму, коронавирус. Вот эта маленькая бактерия Кластридия батулизм и свое название получила из-за слова батулум на латыни, что переводится как колбаса. Этой маленькой бездушной скотине даже воздух не надо, чтобы жить и размножаться. А жить она любит в колбасе, мясных и рыбных консервах. Но также может жить и в банке соленых огурцов от твоей любимой бабули. Консервная банка, в которой живет Кластридия, ни при каких условиях. Поэтому болезнь и названа колбасной, а не консервной, так как колбаса визуально не изменяется. В результате жизнедеятельности Кластридии вырабатывается батулотоксин, который если попадет в организм, а попасть он может седой, то начинается веселье с твоей нервной системы, вплоть до смерти. Вылечить можно, но действовать надо очень быстро. Сразу вызвать неотложку, и пока едет скорая помощь, то идешь и очищаешь желудок двумя пальцами в рот. Потом, если успеешь доехать до больницы, то тебя ждет два дня с примытием желудка через зонт и 10-ти литровые клизмы. Про клизмы не шутка. Очень важно очистить весь пищеварительный тракт от всех остатков зараженной еды. И чтобы всего этого избежать, достаточно добавить всего несколько миллиграмм нитритной соли. Не грамм, а именно миллиграмм в перерасчете на 1 килограмм колбасы. С другими инфекционными болезнями картина обстоит не лучше, но шанс, что ты умрешь значительно ниже, а ты и дальше можешь смело продолжать готовить колбасу дома. Без добавления страшной химии есть все натуральное. Это не означает, что ты умрешь в страшном припадке, сидя на горшке. Но обезопасить себя и своих близких можно просто добавлением специальной соли, которая известна прогрессивному сообществу уже давно. Так, окей, если она такая полезна, то почему у нее оранжевый уровень опасности? Объясняю. При нагревании до температуры выше 150 градусов может превращаться в N-нитрозамины. А это уже сильные канцерогены. А это повышает риск заболевания на онкологию. Любишь по утрам кушать яичный с поджаренной колбаской? Ты в группе риска. Все, что я рассказывал про мясокомбинаты, применимо и к ресторанам. Если в ресторане произойдет массовое отравление, то все. Душите свет. Плохие новости разлетаются намного быстрее, чем хорошие. И это факт. Хорошо, что эпизоды с массовым отравлением случаются не так часто в современном мире. Но именно из-за этого такая новость быстро облетает весь город. А особенно постоянных гостей и ресторанов. Лет 6 назад работал в ресторане, где произошел эпизод с массовым отравлением. Это была свадьба, в результате которой половина гостей отправилась в инакционное отделение. Часть персонала туда же. На следующий день к нам приехала делегация из 20 врачей и брали на пробу все рабочие поверхности, холодильники, продукты. Еще неделю ходили. Каждый день всему персоналу провели бак посеев и прочие прелести. В тот же день местные телеканалы с камерами уже стояли и снимали наш ресторан. Если взять любую пищевую добавку, которую используют молекулярщики, то кажется, что ее история применения человечеством уходит далеко в прошлое. Люди их потребляли давно, что не влияло негативно, на их продолжительность жизни не вырос третий глаз и кожа не покрылась чешуей. Вернемся к нашему списку. Лицетин в чистом виде выделили еще в 1845 году из яичного желтка. Сантан открыли в 60-х годах в США. С тех пор прошел сертификацию и признан безопасным. Повышает вязкость жидкости и помогает удерживать влагу. Применяется при приготовлении соусов и пюре. Желатин впервые получили еще в 18 веке. Желатин получают из вываривания костей животных или рыб. Видели капсулу с рыбим жиром? Вот оболочка сделана из желатина. Ну и ваша бабушка могла добавлять в холодец, чтобы лучше застыл, так как образовывают плотные студни. Агар-агар, как и желатин, обладает свойствами жилификации, однако открыт был в Японии еще в 1658 году и производит из водорослей. Агар разрешен веганам, прости вас, господи. Альгинат натрия впервые изучен и описан в 1860 году и производится из водорослей. Участвует в сферификации, сама по себе штука очень полезная для желудочного кишечного тракта. Лактат кальция производится с 18 века. Также участвует в сферификации, но его еще применяют как лекарство при недостатках кальция. Жвачку добавляют, так как укрепляет эмаль зубов. Капа-карагенан гелеобразующий препарат в промышленных масштабах производится с 1930-х годов. Хотя есть сведения, что в Китае использовали карагенан еще в 7 веке до нашей эры. Его делают из красных водорослей. Всемирная организация здравоохранения разрешила его применение даже в детских молочных смесях для новорожденных. Трансглютаминаза популяризировал в 90-х годах хестенблюменталь применяется для склеивания мясных продуктов. Нитритная соль тут я уже подробно рассказывал. Взрывная карамель это обычная карамель, которая насыщена углекислым газом. Как газ-вода. Газировку пьешь, ничего страшного с тобой не происходит. А зачем газировать карамель? Ты когда ее в рот кидаешь, она начинает у тебя на языке пощипывать, как газ-вода. Мальтодекстрин. Еще одно название патока или модифицированный крахмал. Получают или обработкой пищевыми кислотами или нагреванием обычного крахмала. Используют как загуститель для соусов или пюре. Альбумин. Это выделенный яичный белок в виде кристаллов. Применяют как пенообразователь в кондитерском деле. Изомальт. Одна из форм сахара, которая очень пластична при нагревании и при помощи его можно делать прозрачные сахарные сферы или глазировать фрукты и орехи. Глюкоза. Одна из форм сахара, известна еще с 1747 года. Применяется в кондитерке. Пектин. Производят преимущественно из яблок и свеклы. Используются как жилификатор, гелеобразователь и загуститель для фруктовых пюре. Зефир, мармелад. Пектин хорошо выводит из организма токсины, подавляет гнилостную микрофлору в организме, снижает уровень холестерина. Глутамат натрия усилитель вкуса, который выделили в чистом виде еще в 1908 году. А применять и употреблять начали еще раньше. Лимонная кислота. В чистом виде появился в 1784 году. Используется как подкислитель кулинарии и кондитерки. Так это что получается? Вся страшная химия вовсе не химия? Ага, прикиньте. Большая часть их добавок производится из растений и водорослей. Натуральные продукты. И хочется сказать огромное спасибо и отвесить поклон всем поварам высокой молекулярной кухни, которые еще 20 лет назад поверили в научный подход в приготовлении еды. Отдельное спасибо старенькому дедушке Николасу Курти и его более молодому коллеге Эрве Тису, которые смогли высечь маленькую искру, которая впоследствии разгорелась в бушующий огонь, который смог изменить подход к приготовлению еды. Николас Курти умер в 1998 году и не успел увидеть полный рассвет своей молекулярной кухни. Эрве Тис живет и здравствует до сих пор и как раньше работает над новыми технологиями, улучшает техники обработки еды и продолжает продвигать научный подход в пищевой промышленности. Но как так получилось, что сейчас молекулярная кухня исчезла как таковая? Я повторюсь, так как говорил это ранее, что элементы и техники из молекулярной кухни до сих пор применяются и стали частью модернистской кухни. Но сейчас нет специализированных ресторанов. В 2010 году Министерство здравоохранения Италии приняло закон, запрещающий использование химических добавок и жидкого азота на кухнях ресторанов, как заявило правительство Италии, для безопасности своих граждан. Самое абсурдное в том, что на промышленных предприятиях все эти добавки разрешено, как и прежде, использовать. А вот это странно. А это детектив правильный вопрос. Но еще страннее выглядит запрет жидкого азота. Жидкий азот используют для мгновенной заморозки продуктов, для более быстрой глазировки в десертов или производства быстрого мороженого перед гостями. А знаете, что случается жидким азотом, когда он нагревается? Он превращается в газ и попадает в воздух. Наверное, это очень опасно и поэтому его и запретили? Ага. Воздух, которым мы дышим каждый день, каждую минуту, состоит на 75% из азота. А знаете, как производят жидкий азот? Его в прямом смысле берут из воздуха, сжижают и очищают от других газов. Вреда просто нет. А почему добавки запретили именно в ресторанах? Ведь, как мы выяснили ранее, они все натурального происхождения и не причиняют вреда. Да даже если взять пачку чипсов, она всегда надутая азотом, чтобы приедет распортировки, чипсы внутри не ломались и не превращались в труху. И чтобы не окислялись кислородом и оставались хрустящими. Может появиться мысль, что законотворцы в Италии ничем не отличаются от своих коллег из других стран и творят просто какую-то дичь. Чтобы понять, почему, нам надо немного предыстории. Чем миру запомнились 90-е? Конец Холодной войны, падение Берлинской стены, развал Советского Союза и расширение Европейского Союза. Границы целых стран начали просто исчезать и начался процесс глобализации. Это когда идет объединение и унификация экономики, культуры, политики во всем мире. И культура из одного региона начинает проникать в другой регион и обратно. В результате глобализации и культурного обмена в Италии начал подать интерес к собственной кухне. Зачем идти есть пиццу или пасту, когда за углом готовят вкусные суши и роллы, а за вторым углом стоит Макдональдс с Кока-Колой. А через дорогу стоит ресторан высокой французской кухни, а в центре города открывается новый ресторан молекулярной кухни. И понятно, что старшее поколение пойдет Джузеппе в Траторию покушать болоньезы и равиоли. А вот молодежь уже начинает задумываться о бургере с колой. И дело в том, что молекулярная кухня и кухни других стран стали забирать гостей из ресторанов национальной кухни. И на национальных итальянских телеканалах стали все чаще появляться повара с резкой и даже враждебной критикой по отношению к современной научно обоснованной кухне. Итальянские шефы стали ее обвинять в разрушении и без того совершенной собственной кухни. Поскольку Италия это туристическая страна со своими обычаями и богатой и колоритной национальной кухней, то политики подумали и решили вести запрет трендового и популярного направления исключительно в ресторанах, чтобы сохранить свои традиции. Так как возможно в будущей перспективе это могло привести к падению итальянской культуры. А надо понимать, что если популярность итальянской кухни упадет в Италии, то она упадет и во всем мире. Ну и хер бы с ним, можно подумать. Но если весь мир станет меньше готовить пасту и пиццу, то упадут продажи итальянских сыров, прошутто, салями, а это приведет к закрытию рабочих мест и падению экономики. И все это может произойти просто из-за падения популярности национальной кухни и традиций. Так, подожди. Но ведь законники выступили с заявлением, что они делают из-за безопасности своих граждан. Их имя вся такая вредная и опасная. Не забываем, что политики популисты и любят говорить своим избирателям то, что им понравится. Выйти и сказать, что возможно через 30 лет у нас закроется часть производства вина и сыров и вы останетесь без работы. Мало на кого могло произвести впечатление. Это не скоро, это только лет через 30, и то не факт. Да и вообще насрать. Насрать. Сегодня я возьму свою молодую красивую синьориту и пойду с ней вечером в модный современный ресторан молекулярной кухни, где будем есть прозрачные равиоли и апельсиновые спагетти, запивая бокалом кьянти. Поэтому основной посыл был о заботе о своих гражданах. Ведь мы вас любим и заботимся о вас. Всегда нужно читать между строк. Окей. Но это было только в Италии. А как так получилось, что молекулярная кухня умерла по всем мире. Глобализация. Не забываем. Новость о том, что в Италии запрещена молекулярная химия из-за вреда пищевых добавок обретает все мировые СМИ. И в головах читателей начинается появляться вопрос. Если в Италии запретили молекулярку из-за ее вреда, так может быть это правда? Знаете, что еще произошло в 2010 году? Ферран Адрия объявил, что 2011 год станет последним годом, когда ресторан будет принимать гостей, а после этого закрытие на реконструкцию и открытие как мозгового центра кулинарии. На этих кадрах мы можем увидеть, что 7 февраля 2013 года Ферран Адрия, Изабель Перес, Марта Сало, Альберт Адрия и Эрнест Лапорт подписывают договор о создании Эль Були Фондейшн. Почетным президентом должен стать Хули Салер, совладелец ресторана. Эль Були Фондейшн будет заниматься каталогизацией и инновациями в сфере еды и питания. Все как любит Ферран, у человека все по полочкам. Давайте сначала посмотрим, каким Эль Були был изначально и запомнился своим гостям. На входе нас встречает статуя бульдога, главного символа ресторана, и затем отправляемся в первоначальную часть заведения, которую открыли шиллинги. Это первые владельцы, если кто забыл. Мы видим несколько столиков на улице и основной зал ресторана в Сёпско-Тертях, как в лучших заведениях Лондона и Парижа. Затем мы попадаем в новый зал, который появился после реконструкции ресторана в конце 60-х. Все так же дорого и богато, на стенах висят картины, есть татуэтки, роскошь, шик и блеск. Все как было модно во времена новелль Кузин. В 90-х ресторан переходит в собственность Феррана Адрия и он начинает третью реконструкцию, результаты которой мы видим на видео. Везде главный символ ресторана Бульдог, но когда мы попадаем на кухню, то видим новую современную кухню, на которой Адрия творил следующие 20 лет своей жизни. И новый символ кухни, голову быка, а также нам демонстрируют авангардные блюда и посуду, которая изменила мир кулинарии и рестораны бизнеса. 20 поваров со всего мира, которые работали на кухне и постигали новые техники и процессы учились у метра. Новый Эльбули Фондейшн должен располагаться на площади 2200 метров квадратных. После реконструкции добавляются солнечные панели, потому что экофрендли есть много новых пристроек для организации исследовательского центра. Также у нас есть пруды в пешеходной зоне. Отправляемся в новую пристройку и видим выставочный зал с историей ресторана, обложками прессы, которая писала Аферани, поварские кителя и кулинарную библиотеку. Также возле пруда есть вход в грот, в котором расположился кинотеатр, где будут показывать фильмы о ресторане, путь, который он прошел и все новые тенденции, которые он нам еще покажет. В комплексе расположен еще один зал, который посвящен целиком истории Эльбули и семейству шиллингов. А вот и молодой кучерявый ферран мелькает. Особое внимание заслуживает идеариум. Место полное света, пространство для работы, удобными рабочими местами и полками с кулинарными книгами. Это место задумывалось как мозговой центр, место, где ты мог вдохновляться идеями и творить со своими коллегами. Естественно, без конференц-зала не обойтись. Ферран Адриас стоит возле огромного экрана и рассказывает посетителям о проделанной работе, чего они уже добились и что в планах на ближайшее будущее. А со своими коллегами и работниками может проводить мозговые штурмы и выбирать передовое направление, куда будет двигаться вся команда. Еще один отдельный зал, дегустационный для гостей, которые захотели прикоснуться к великому. По задумке, экскурсия должна была заканчиваться именно здесь, где повара готовили блюда по рецептам Адрия. Гость комплекса должен был прочувствовать полностью историю и в конце получить гастрономическое удовольствие и пригубить историю. И в самом конце путешествия магазин с мерчом. Мерч норм тема. Ну и само собой, комплекс должен быть экологичным, со своими ветряными электростанциями, гетермальными станциями, водоснабжением. Как отдельный ресурс, который работает на базе Эльбули Фондейшн, это Буллипедия. Как можно догадаться из названия, это цифровая энциклопедия, в которой собраны все продукты и рекомендации к способам обработки, приготовления и сочетания с другими продуктами. Основная идея обучать, помогать и вдохновлять как молодых поваров, так и опытных шефов. Да этот дед, чертов гений, выглядит просто охеренно. Концепция, конфетка. Я, когда готовил этот материал, читал, смотрел про Фондейшн, хотел все бросить и лететь в город Розес, чтобы прикоснуться к этому величию. Настолько интересная история этого места. Но! В 2011 году Эльбули принял своих последних гостей и больше не открылся. Почему так произошло? Ведь весь мир тебя носит на руках. Ты признанный живой гений. Твой ресторан пять раз был лучшим в мире. Тебя объявили лучшим шефом десятилетия. Что могло пойти не так? Аннушка уже купила подсолнечное масло, но даже и разлила. На самом деле, ресторан с 2000-х годов был убыточным, он работал в минус. Вспоминаем, что он открыл исследовательский центр Эльбули Кармен в 1999 году, для чего выкупил помещение площадью 220 метров квадратных. Чем они занимались? Каталогизация всего меню с проработками и фотографиями. Это все стоит денег. Больших денег. Оплатить работу писарей, фотографов, наладить логистику, поставить технику в офис, закупать еду и прочее, прочее. Это все расходы. На момент 2008 года в ресторане работало 42 повара, а еще и официанты, администраторы, мойщики посуды, уборщики. И каждому надо заплатить зарплату и оплачивать счета за свет, воду и газ. А я напомню, что ресторан работает всего 6 месяцев в году. А как можно работать 10 лет в убыток и не сдохнуть от голода? Откуда деньги брать? Помните Эльбули Кармен? Он и генерировал основную прибыль. Да как так? Минуту назад ты сказал совершенно другое. Могли вы подумать. Бизнес Феррана был в том, что он торговал своим лицом, а в этом ему помогал ресторан. А Кармен выпускал книги, каталоги, научные работы, которые являлись источником дохода. Так как эти книги были буквально на вес золота и хотели купить как повара, чтобы быть в тренде и самим пробовать экспериментировать с новой модной тенденцией, так и преданные посетители ресторана и гурманы со всего мира. Полный каталог Эльбули с 1983 по 2011 год состоит из 6 томов. Сегодня продается за 725 евро. А это чуть дешевле, чем ужин от двоих в ресторане Нома. И у Феррана еще полно других книг о еде, десертах, вине, которые можно купить и сейчас на его официальном сайте. Помимо этого, помните, я рассказывал, что была запущена собственная линейка ароматизированного масла? Но это не все, что он производил. Еще была линейка Текстурас. Это те самые волшебные порошки, которые творили молекулярную магию. Вот такой драг-дилер продал книгу, которая тебя учит в молекулярной кухне. Но повторить без этих добавок ты не сможешь. А где их купить? Все верно, у Феррана. Когда ты стоишь в авангарде, ты создатель чего-то нового и люди хотят у тебя учиться, то они будут покупать твою продукцию Мерч норм тема. Отсюда и генерировалась прибыль. Это и давало доход на последующие исследования и производство. А ресторан просто позволял торговать лицом и расширять свою аудиторию. В 2010 году к Феррану приходит осознание, что он легенда. О нем уже все знают, кто связан с высокой кухней. Его имя у всех на устах и все следят за его работой. При такой расстановке сил зачем нужен ресторан, который убыточен? И шеф в этом же году объявляет о закрытии ресторана после сезона 2011-го с последующей реконструкцией и открытием Эль Були Фондейшн. И зарабатывать уже на туристах и экскурсиях. План гениальный, как и многое другое, что делал Адрия. Он поставил в прямом смысле слова все фишки на красное. Но он просчитался. Выпала черная. Мы с вами находимся по-прежнему в 2010-м. И это по-настоящему роковой год в жизни Адрия. Эль Були занимал первое место в рейтинге лучших ресторанов в 2002-м, 2006-м, 2007-м, 2008-м и 2009-м году. А в 2010-м он занял второе место. А кто занял первое место? Небольшой, но очень уютный ресторан на 40 посадочных мест, которые находятся на севере Европы в городе Копенгагене. И если вы внимательно смотрели наш фильм, то вы уже знаете, что это Нома. И Нома повторит этот успех в 2011-м, 2012-м и 2014-м году. Адрия не заметил, что тренд изменился. Молекулярная кухня уже была не настолько интересна и инновационна. Так как все желающие ее уже попробовали и относились к ней не к чему-то новому и инновационному, а просто как к забаве. А вот Nordisk Mat стал новым трендом. Он был на хайпе. Продвигать свою нахер никому не нужную кухню стало модно. Но так совпало, что и на 2010-м году итальянцы запрещают использование волшебных порошков в ресторанах своей страны, чтобы не дать умереть своей национальной кухне. И я так подозреваю, что они сами того не понимают, тоже попали в тренд. Тренд локал. А что случилось дальше? Я вам рассказывал. Люди стали считать, что пищевые добавки опасны для здоровья. И по всему миру в передовых изданиях стали появляться статьи о том, что молекулярная кухня умерла. Но и это еще не все, что выпало на долю Адрия. Ули Солер, его лучший друг и соратник, человек, которого нанял на работу поваром в ресторан Эль Були в 1984 году. А в 90-х они вдвоем выкупили ресторан у прежних хозяев и стали легендами. Ули проработал 30 лет в качестве метр-дотеля. Но в октябре 2012 он ушел со своей должности по причине дегенеративного изменения в мозге. На этих кадрах мы видим, как подписывается договор и среди подписантов была Марта Сала. Это жена Хули Солера. Мы видим, что Солер стал почетным президентом организации. знак уважения и любви к этому человеку. 15 июля 2015 года Хули ушел навсегда, оставив своего лучшего друга самого в этом целом мире. По первоначальным планам обновленный Эль Були Фондейшн должен был открыться в 2014 году. Но этого не произошло. Не произошло этого до сих пор. Видео, которое опубликовано на их официальном канале в YouTube от 25 марта 2019 года. Мы можем видеть, что строительство идет до сих пор и проект уже изменился в сторону упрощения. Уже нет грота, пруда, разбросанные стройматериалы. Одним словом уныние. Это видео собрало менее 600 просмотров за 3 года. Интерес к Эль Були за последние 10 лет явно сошел на нет. Человек, который определил эпоху, человек, научными трудами, которого до сих пор пользуются на кухнях, во всем мире не смог вывести удары судьбы. Сейчас Ферран Адрия когда-никогда выступает на ресторанных конференциях как приглашенная звезда. А раньше весь мир был у его ног. Инстаграм Феррана больше похож на старый альбом с фотографиями, который сентиментальный пожилой мужчина показывает своим внукам и рассказывает истории о своей молодости и о своих свершениях. Как вы могли заметить, то кулинарные тенденции идут бок о бок с изменениями, которые происходят во всем мире. Но почему Редзепи смог забраться наверх со своей локальной кухней? Вот если я вам покажу эти два графика, что мы здесь видим? Постоянный рост. А как вы думаете, что это? Это графики роста альтернативной энергетики в мире. Конкретно здесь ветрогенерация и солнечная генерация электроэнергии в мире. Так, постой. Ну каким хреном это сюда приплетать? Ну как это может быть связано? В нашем глобальном мире все связано и переплетено. Тут наш рассказ неожиданно прыгает 1997 год в Японию, где в городе Киото был принят протокол от 11 декабря. Что такое Киотский протокол? Это международное соглашение, которое направлено на сокращение выбросов парниковых газов и развитие возобновляемых источников энергии. Вступил в силу протокол 16 февраля 2005 года. И если мы вернемся к графикам генерации чистой электроэнергии, то мы заметим, что после 2005 года начинается бурный рост. Дело в том, что уже тогда стало ясно, что влияние человека на природу стало колоссальным и с каждым годом количество выбросов только росло. К примеру, с 1970 по 2000 год ежегодный уровень выбросов парниковых газов рос примерно на 1,3% в год, а уже с нулевых по 2010 год рост составлял 2,2% в год. И это, по мнению экологов, становилось настоящей проблемой, которую надо решать уже сейчас, так как в перспективе ближайших 50 лет будет просто не продохнуть. Тут надо уточнить, что в головах у простых людей парниковый эффект связан исключительно с заводами и фабриками, ну и передящими машинами, которые ездят, все дымят, делают плохо нашей планете, людям, а главное нашим детям. Ну и пингвинам на Южном полюсе. Но возможно многие не знают, что сельское хозяйство создает не меньше парниковых газов, чем промышленность. Как так? Там же растения растут, которые поглощают вредный углекислый газ и производят чистый и так нам нужный кислород. Да, только сельское производство создает 24% всех парниковых газов. А это, уверенно, второе место. Первое место это электрогенерация 25%, промышленность 21%, транспорт 14%, строительство 6% и все остальное это только 10%. Как сельское хозяйство может производить больше загрязнения, чем машины. Вот я вижу, что она едет и дым из нее валит, а вот кукуруза в поле не дымит. Что за бред? Сама по себе культура, которая растет в поле, она не загрязняет природу. Но вот удобрения, которые применяются при выращивании, очень даже загрязняют. Чтобы их произвести, надо сжигать топливо, которое нагревает сырье и концентрирует удобрения в гранулы. А есть фосфорные, калийные и азотные удобрения, и все используют сжигание топлива при производстве. А без удобрений нельзя, так как упадет урожайность, а это приведет к росту цен на продукты. Сейчас производятся продукты без использования удобрений, пестицидов и гербицидов. На такую продукцию ставится маркировка органик и продается втридорого, потому что урожайность такого поля в разы меньше, так как оно будет страдать от сорняков, насекомых и недостатка микроэлементов в почве. Зато все натуральное и в соцсетях сможешь записать сториз, что ты весь такой дружелюбный к природе и ухажешь только органическую еду. А современные машины с двигателями внутреннего сгорания, которые ездят на бензине или дизеле, сейчас сконструируются по современным экологическим нормам. Выбрасывают не так много. Старые машины коптят, это факт, а новые нет. Если у нас еще можно встретить старье на дорогах, а особенно грузовой транспорт, то в Европах и Северной Америке с этим дела обстоят намного лучше. Вдобавок по сельскому хозяйству каждый из нас ехал по трассе и смотрел по сторонам, а кругом поля, на которых растет и пшеница, и рожь, кукуруза и прочее. Красиво. Я обожаю вид бескрайних полей. А вы думаете, что так было всегда? Всегда были эти бескрайние пахотные земли? Нет, раньше на этих лугах росли деревья, но их пришлось вырубить, выкорчевать пни и только после этого мы получили такие сельскохозяйственные угодья. А деревья не выбрасывать же? Все отправляется на деревообработку, а это опять выбросы, опять загрязнения. И как вы думаете, что лучше поглощает парниковые газы? Один гектар леса или один гектар пшеницы? Но и это еще не все, ведь в сельском хозяйстве есть еще и животноводство. Там овечки, коровки, свинки. Ты цепетец, ну и как корова может производить парниковые газы? Она что, за станком стоит на заводе, ходит себе по лужайке, сорняки и травку ест и удобрения сама производит в виде лепешек. Так что удобрений после выпаса коров надо будет даже меньше. Парниковые газы состоят не только из углекислого газа, тут целый комплекс. И один из них это газ метан. А коровы и овцы это 30% мирового производства метана в атмосферу. В желудке у крупнорогатого скота происходит ферментация растительной пищи и на выходе мы получаем лепешки и газ метан. Даже есть попытки это использовать в мирном русле. Вот мы видим, как подключают специальную камеру для сбора метана и выпускают с ней коров на выпас. Или даже оставляют в стойле. А вот тут нам уже демонстрируют, как собранный газ метан поджигают и он прекрасно горит. То есть его можно собрать в достаточном количестве и отправить на производство тех же удобрений. Ну профит же! Горючее из говна и палок. Да еще и заботой об экологии. Есть нюанс. Биометан, как и обычный метан, который добывается в промышленном способе, при сгорании дает углекислый газ. Это просто какой-то замкнутый порочный круг. Растение и водство еще добавляет 15% производства метана в мире. Во время гниения растительной массы также вырабатывается метан и большая часть приходится на выращивание риса. И совокупность этого всего выводит сельское хозяйство на уверенное второе место в производстве парниковых газов. А теперь, зная все это, мы можем вернуться к Рене. Человек, который любил ходить по лесам и полям, собирать дикорастущие травы, коренья, ягоды и орехи и активно продвигал бережное отношение к природе. Во-первых, это было абсолютно новое направление. Так раньше никто не делал. Он стал новатором. И как мы убедились, сфера на Мадре все новое инновационное привлекает к себе внимание. Во-вторых, удачное совпадение по времени. 2003 год открытие Нома. 2004 год манифест о продвижении местной и локальной северной кухни. А уже в 2005 году ресторан получает свою первую звезду Мишлен. А этого уже достаточно, чтобы о тебе начали говорить. Что еще произошло в 2005 году? Вступил в силу киотский протокол, который обращает внимание на проблемы экологии. А тут как раз на горизонте появляется лесной воин, который в поисках новых идей начинает использовать дикорастущие растения, которые не возделываются сельскохозяйственным путем. То есть вреда экологии не наносят. Но учитываем, что Грете Тунберг всего два года. Детство у нее еще не украли. Экоактивизм только в зародыше. А на кулинарном троне из молекул сидит пока еще другой король. Поэтому идеи и инновации Redzepi набирают популярность постепенно. В 2006 году Нома занимает 33 место в рейтинге лучших ресторанов. В 2007 15 8 10 и 2 звезда Мишлен. В 2009 3 место в рейтинге лучших. А вот на 2009 год мы взглянем чуть подробнее. А конкретно на франкфуртский автомобильный салон. Но вот как может быть связана автомобильная выставка и кулинария? Может и еще как. Не забываем, что все события в мире идут параллельно друг к другу и одно оказывает влияние на другую. Так вот на этом автосалоне был представлен миру один автомобиль который стал символом грядущих перемен. А именно Тесла Model S. Я уверен что вы знаете что это за автомобиль и я не буду на этом подробно останавливаться. В 2010 году Тесла получает займ от правительства США в 465 миллионов долларов. А годом ранее еще 100 миллионов инвестиций от Гугла и других компаний. Когда ты можешь разом привлечь полярда инвестиций в электроигрушку на колесах то это привлекает внимание. В том числе и внимание экоактивистов которые будут кричать на каждом углу что вот оно наше безопасное и экологичное будущее. А это в свою очередь привлекает внимание к самой экологии и всему зеленому движению. А кто был главным зеленым в ресторанной сфере? Рене Редзепе. И да понятно что его популярность и так росла. Но это дало еще больше толчок к интересу к его персоне. И в 2010 году молекулярный трон лопнул а на его месте вырос новый зеленый из мха и можжевеловых ягод. Ноома занимает первое место в рейтинге лучших ресторанов. Помните как Ферран Адрия представил проект обновленного Эль Були солнечными панелями ветряными электростанциями? Мир изменился. Главный тренд стал дружественность к экологии а лучшей кандидатурой чем Редзепе и представить было трудно. Вспоминайте вспоминайте как Редзепе открыл Нома 2.0 со своими грядками и теплицами. Он просто продолжал двигаться в этом направлении. На это есть спрос это сейчас на хайпе. Нома в 2021 году снова стал лучшим рестораном в мире. Получил третью звезду Мишлен и особую награду Мишлен Гринстар. Даже Мишлен прогнулся и ввел специальную награду чтобы экоактивисты были спокойны что их мнение для всех важно а экология наша общая забота. Экоактивистам и в голову не могло прийти что политикам на экологию абсолютно плевать и они только делают вид что это важно. Важным является только благосостояние себя а потом своих избирателей. Вот если скажем вдруг началась бы война в Европе между такими вымышленными и гипотетическими странами как Украина и Россия. И русские как рычаг давления на Европу перекрыли бы поставки газа. То что будут делать страны Евросоюза? Мерзнуть? Сидеть без электричества? Нет конечно. Это проблема и ее надо решать. А как быстро решить такую проблему? Откупорить старые угольные шахты, сдуть пыль с угольных электростанций и сжигать такой вредный и опасный уголь. По факту удовлетворить потребности 99,9% своих граждан намного важнее чем слушать кукарейкане небольшой горстки зеленых которые беспокоятся о пингвинах где-то там. Если у современного ребенка забрать тепло из дома и электричество из его телефона с мультиками то это и будет по-настоящему украденное детство и мечты. Но экоактивистам этого никто не объяснял а самим такая мысль в голову точно прийти не могла так как в голове должно быть хоть что-то кроме единорогов. Редактор субтитров А.Семкин во время нашего рассказа мы затронули огромный пласт истории затронули новель Кузин который берет начало еще в 60-х годах прошлого века во Франции затронули создание атомной бомбы 40-х прошлись по кулинарным тенденциям 90-х годов и пришли к нашей точке во времени какие выводы можно сделать мир цикличен и ничего нет нового под луной вот смотрите берем новель Кузин собрались молодые амбициозные повара и стали твердить что пришла пора менять высокую кухню они стали выпускать ежемесячный журнал путеводитель по-новому где стали рассказывать о новой художественной подаче блюд предлагали использовать новые кулинарные техники и оборудование рекомендовали использовать свежие продукты эти ребята даже выпустили свою формулу которая состояла из 10 пунктов отказ от чрезмерного усложнения в приготовлении блюд время приготовления большинства видов рыбы морепродуктов дичи телятины зеленых овощей и паштетов было значительно сокращено в попытке сохранить их естественный вкус приготовление на пару должно стать важным процессом так как это позволяет сохранить полезные свойства еды и продуктов блюда должны быть приготовлены из самых свежих продуктов от больших меню отказались в пользу более коротких и лаконичных тяжелые маринады для мяса и дичи перестали использовать тяжелые соусы такие как испанский бешамель были заменены приправами со свежей зеленью высококачественным сливочным маслом лимонным соком и уксусом региональные блюда заменили классическую кухню в качестве источника вдохновления были приняты новые методы и часто использовалось современное оборудование бакюз даже использовал микроволновые печи в своих блюдах повара уделяли пристальное внимание диетическим потребностям гостей повара были чрезвычайно изобретательны и создавали новые комбинации вкусов эта формула от старых французских шефов очень напоминает то чем занимался Ферран Адрия и Ранер Адзепи Ферран Адрия в 2006 году выпустил свою формулу которую назвал синтез нашей кухни Una Synthesis de Nuestra Кочина его синтез состоял из 23 пунктов я их зачитывать все не буду но если вам интересно почитать ставьте на паузу и вперед скажу что во многом они повторяют 10 пунктов формулы французов а двумя годами ранее в 2004 Редзепи со своими датскими коллегами выпустил свой манифест о новой скандинавской кухне и этот манифест также является пережевыванием и переосмыслением формулы французов только с точки зрения новых и современных тенденций в мире как я уже говорил нет ничего нового под луной и так не только в кулинарии если взять ту же Теслу то электромобили существовали и раньше да что их там их производили еще 100 лет назад но не проиграли гонку с Фордом и ДВС как мы видим все копируют всех это неплохо это часть творческого пути очень тяжело придумать что-то по-настоящему новое инновационное и когда это кому-то отдается то другим хочется это повторить чтобы прикоснуться к успеху и признанию поэтому у нас 80% заведений похожи друг на друга с общей концепцией одинаковыми блюдами и схожим дизайном главный человек в ресторане не шеф не директор или управляющий а собственник владелец учредитель ресторатор везде их называют по-разному в основном собственник выбирает общую конву ресторана включая дизайн и направление кухни если шеф хороший да еще и с регалиями то он сможет продавить свою концепцию и видение в основном все действуют под чутким руководством собственника а зачастую учредители приходят в этот бизнес не творить доброе и красивое вечное а тупо зарабатывает и он хочет чтобы бизнес приносил деньги поэтому выбирают быть как все вот у вас и пейте рестораны успешные и я сделаю так же в своем заведении также надо понимать что работа рядового повара это не про искусство это максимально адский труд на ногах очень часто смена длится от 12 до 16 часов где ты выполняешь рутинную работу раз за разом одни и те же действия одни и те же блюда а готовить их надо всегда одинаково точно следуя инструкциям на кухне творить может только шеф во время придумывания блюд и новинок меню можно сделать вывод что передовые рестораны те собственниками которых частично или полностью являются шеф-повара заведений Рене Редзепи Ферран Адрия Гордон Рамзи Поль Бакюс Хестон Блюменталь и прочие именитые ребята которые сами выбирают направление своего ресторана и имеют вес при принятии таких решений если всем руководит собственник то может получиться лебедь рак и щука немного цифр с примерами в Киеве в 2018 году открылось 215 новых ресторанов они дожили до следующего года 112 это больше половины да как так ресторанная сфера стала очень привлекательной для инвестирования в пятницу или субботу приходишь в столичный ресторан а там аншлаг столы надо бронировать заранее все сидят красивые пьют вино вкусно кушают за ужин оставляют заведение от 100 долларов и даже больше тем более хороший ресторан это еще и статусная вещь которая позволяет гордо себя называть ресторатором как говорил один дедушка с хитрым прищуром любая кухарка может управлять государством и вот 52 процента таких кухарок и решают стать рестораторами а почему нет взял продукты приготовил из них еду поставил на оценку в 3-5 раз и продаешь отличный план надежный как швейцарские часы опытные рестораторы с дергающимся глазом только улыбаются с такого подхода к делу ресторанный бизнес один из самых требовательных и сложных на пути которого постоянно появляются препятствия и форс-мажорные ситуации то поставщики не привезут нужные продукты или алкоголь официанты хер пойми кто и вообще вчера всей сменой бухали после работы и не вышли сегодня или того хуже левачат и торгуют мимо кассы а повара рукозады не могут яичницу пожарить человеческий фактор очень сильно влияет на работу ресторана а если собственник без опыта то ошибки в наборе персонала будут и могут быть катастрофичными человеческий фактор умножаем на конкуренцию и получаем закрытый ресторан через год перемен требуют наши глаза в нашем смехе и в наших слезах и в пульсации чем миру запомнились 90-е конец холодной войны падение Берлинской стены развал Советского Союза и расширение европейского границы целых стран начали просто исчезать и начался процесс глобализации это когда идет объединение и унификация экономики культуры политики во всем мире и культура из одного региона начинает проникать в другой регион и обратно прекрасное было время но у нас тут серьезный разговор и обсуждаем важные вещи вот новый график для нас смотрим это уровень мировой экономики вот этот период примерно с 1965 по 1990 идет плавный и закономерный рост а уже в 90-е рост случается просто космический экономика растет и развивается просто невероятно не в нашей стране конечно у нас тогда были обратные процессы но график общемировой не забываем это и есть глобализация и в сухих цифрах она так и выглядит постоянный рост а что это за два провала первая и вторая мировая война и как мы видим первая мировая привела мир в рецессию то есть падение экономики пик которой пришелся на 30-е годы прошлого века этот период еще известен как великая депрессия люди массово оставались без работы без перспектив и прочих прелестей когда экономика была на самом дне началась вторая мировая война и и АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И самое удивительное в том, что мировая экономика смогла вернуться на уровень 1914 года только в 70-е. В Америке с экономикой было все прекрасно. Ее инфраструктура не пострадала во время войны, города не были разрушены, а только увеличилось производство и индустриализация страны. Плюс эта страна победитель в войне и она получила свои репарации. А это тоже очень сильно бустило экономическое развитие. А теперь вспомним страны Европы и СССР. Всю разруху, которая принесла война. И это все надо было восстанавливать и строить заново. Как дома для своих граждан, так и производственные линии. А если вы думаете, что так было только в Европе, то вы ошибаетесь. Это все было и в Азии, и в Африке. Война была везде и разрушала все. Поэтому мировая экономика восстанавливалась больше 50 лет. Этот период на графике показан вот этой горизонтальной пунктирной линии. А присмотритесь хорошо. Может где-то еще есть такая горизонтальная линия? Вот она и начинается в 2008 году. Год начала мирового экономического кризиса. И с тех пор мировая экономика находится в рецессии. И по состоянию на 2022 год она не смогла выйти на докризисный уровень. И как мы все знаем из последних событий, у нее это не получится сделать и в следующем году. Нападение экономики повлияло много событий. Банкротство банка Лемон Бразерс, ипотечный кризис США, а с этого и начался мировой финансовый кризис. Торговая война между Китаем и США, ковид, кризис полупроводников, нарушение логистических цепей. Это все приводит нас в ту точку во времени, в которой мы находимся сейчас. Этот период называется деглобализация. То есть абсолютно зеркальный процесс глобализации. Когда страны начинают уделять больше внимания своей экономике, меньше начинают надеяться на иностранных партнеров и стараются разворачивать полный цикл производства на своих территориях. Если мы взглянем на прошлый период рецессии и вспомним, какие события происходили в мире, то это поможет нам сделать прогноз на сейчас и на ближайшее будущее. И что мы можем вспомнить? Приход к власти фашистов в Италии с Бенитом Муссолини в 2021 году. Власть в руках у нацистов в Германии с 1933 года с их фюрером Адольфом Гитлером. То есть рост национальных идей в обществе и вера в то, что наша нация лучшая и единственно правильная. Создание тоталитарных государств, диктатурой и прочие схожие развлечения прошлого столетия. И как это все может повлиять на ресторанные тренды? Во время прошлого цикла экономического роста передовой экономикой мира была экономика США. И она стала впитывать в себя все лучшее со всего мира и перерабатывать и адаптировать под себя. Все слышали про американские бургеры, которые привезли в Америку, и немецкие эмигранты. Такой же путь проделали и хот-доги. Итальянская диаспора принесла пасту и пиццу, что эволюционировало в мак-н-чиз и огромное количество американских пицц, таких как Бруклин, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Сент-Луис, Калифорния. Японские переселенцы подарили и популяризировали суши и роллы. А еще японцы также расширили и улучшили один из самых главных символов США – стейки. А именно японские породы – говядины кобы и стейки вагью. А французские повара научили их готовить это все и добавили ресторанную культуру и традиции – высокой кухни. Кто находится на пьедестале, тот и диктует свои правила и влияет на мир. Сейчас у США появился прямой конкурент, а именно Китай. В 2020 году общий объем ВВП Китая составлял 70% от США с результатом 14,7 трлн долларов США. А у Америки 20,94 трлн соответственно. Но цифры всегда надо смотреть в динамике. 20 лет назад ВВП США был 10,25 трлн. За 20 лет рост экономики составил чуть больше, чем в 2 раза. А экономика Китая выросла за этот же период более чем в 12 раз. И что самое забавное, в этом виновата сама США. Стремительный рост начался в 90-е годы. Открываются мировые рынки, рушатся границы. И США почувствовал вкус дешевой рабочей силы и изобилие природных ресурсов Китая. И они начинают строить свои производства на территории Китая. И новая продукция имеет меньшую себестоимость, хоть и качество хуже. Но маржинальность растет. А значит можно пожертвовать качеством ради выгоды. И с каждым годом инвестиции в экономику Китая только растут. Как и дивиденды от этого. Потом приходят нулевые и новая эра цифровых технологий. США решает развивать свой финансовый сектор. Уолл-стрит, биржи, акции, брокеры. Зачем у себя строить высокотехнологичные производства, если в Китае это можно сделать. Все дешевле и даже ресурсы возить не надо. Там все есть. А мы будем сидеть на фондовом рынке, воротить лярдами денег и миллионами баррелей нефти. И подсчитывать прибыль. Если мы взглянем на наш график, то мы видим планомерный рост экономики Китая с 90-х годов и просто взлет с 2005 года. В итоге у Китая полностью развитая инфраструктура, горнодобывающая отрасль и технологичного производства. Это был выстрел в ногу самим себе. Когда Америка наконец осознала, что она сама своими руками взрастила титана, создала своего прямого конкурента, то она начала действовать против своего детища. В 2018 году начинается торговая война США и Китая. В чем суть? В 2017 году Америка продала Китаю товаров на 187,5 миллиардов долларов, а закупила на 522. Торговый дефицит составил 335 ярдов. И президент Дональд Трамп решил повысить возимые пошлины на товары из Китая. Объем возимых товаров оставался прежним. Но Китай должен больше платить денег за ввоз и продажу своих товаров на территории Америки. В список попало примерно 1300 товаров с увеличенной пошлиной на 25%. Китай такая постановка вопроса возмутила до глубины души. Схера бы. И как ответили китайцы? Увеличили пошлины на возимые товары из США. В 2019 году Трамп еще повышает пошлины до 30% и объявляет о намерении переноса производства из КНР в США. Торговый конфликт не разрешен до сих пор. Просто ребята стали платить друг другу больше денег за этот же объем товаров. Нахера? Но вот важный момент это перенос производства в США. Это надо инвестировать много денег в производство у себя на территории. Но это также и поиск ресурсов, а соответственно и развитие горнодобывающей отрасли. И по итогу конечная стоимость продукции будет выше, чем у китайской. Вдобавок в Америке очень дорогая рабочая сила. Но самое важное то, что у Китая останутся все технологии, которые были переданы США. А в такой ситуации, когда один и тот же, например, телефон, произведенный на одной и той же производственной линии по одинаковой технологии, но в разных странах будет отличаться только по цене, притом существенно, то выбор продукта очевиден для конечного покупателя. США сами породили этого монстра и теперь не знают, что с этим делать. Поэтому в этом году также обострилась обстановка вокруг острова Тайвань. Это все очень интересно. Но у нас рассказ про рестораны. Не забываем. Когда экономические успехи Китая стали очевидны, то это стало катализатором рабочей миграции в эту страну. Так как по наехавшим специалистам из других стран стали платить высокие зарплаты. Как США в 90-х годах получал специалистов из стран бывшего СССР, та самая утечка мозгов, так и Китай стал проводить такие же мероприятия по привлечению специалистов со всего мира. В том числе и поваров, которые стандартизировали и ассимилировали кухню Китая с французскими техниками и испанскими инновациями. Открываем три подвизор и выбираем лучшие рестораны Пекина. Первое место. Kings Joy готовит китайскую и азиатскую кухню и имеет три звезды Мишлен. Если посмотреть фотографии блюд, то сразу становится ясно, что классические китайские блюда выполнены в стилистике модерн, а интерьер классический французский ресторан высокой кухни с легким флером азиатской культуры. А десерты неотличимы по внешнему виду от европейских. Но самое интересное это шеф Гэри Инн, который готовит в своем ресторане только здоровую и вегетарианскую еду. И это первый в мире вегетарианский ресторан, который заработал три звезды Мишлен. И вот его цитата. Мы предлагаем вегетарианскую кухню, приготовленную из зеленых и сезонных продуктов, с местных экологически чистых ферм. Мы стремимся сократить потребление энергии и ресурсов за счет переработки и запрета использования пластика. Мы также продвигаем устойчивый образ жизни через общественные мероприятия. Никого не напоминает? Все как под копирку. Но тут вы можете возразить, что он китаец и готовит китайскую еду. Да, так и есть. Но он учился в Корнельском университете в США и в университете Торонто в Канаде. Не обязательно брать иностранного повара. Можно самому обучиться за границей, получить международный опыт и знания. Идем дальше. Четвертое место. Азур by Mauro Calagreco. Ресторан в французской и европейской кухне в Пекине. По фотографиям видно, что еще один классический ресторан высокой кухни. Везде видно роскошь и блеск. А вот тут нам интересен шеф. Имя которого вынесено в название ресторана. Mauro Calagreco имеет аргентинские корни. Но с 2003 года работал во Франции. А уже в 2006 году открыл свой собственный ресторан Mirazur в городе Menton, Франция. Имеет три звезды Мишлен и естественно одну зеленую звезду. Вот его цитата. Продвижение гастрономии это задача, которую мы пытаемся решать каждый день. Таким образом вы сможете насладиться сущностью продуктов, которые мы выращиваем на наших двух гектарах пермакультурных огородов, а также плодами и ягодами дикого сбора, рыбалки и местного разведения. Мы также стремимся к нулевым отходам, что позволяет нам вернуть земле то, что мы у нее позаимствовали. Повар из Аргентины учился во Франции, но чувствуется влияние Рене Редзеппе. В 2019 году ресторан Mirazur, который во Франции был признан лучшим в мире. Сейчас нельзя быть лучшим и плохо относиться к природе. Ведь я узнал, что у меня есть огромная семья и тропинка, и лесок, полик, каш и колосок. 7 место. Choice Seafood Restaurant. Еще один ресторан в Пекине, в названии которого фигурирует его шеф Сэм Чой. Ресторан подает для своих гостей китайскую и азиатскую кухню, а дизайн выполнен с учетом азиатской культуры и традиций. Вот это да, китаец в Китае готовит китайскую еду. Никогда такого не было, и вот опять. Но, как всегда, есть одно маленькое но. Сэм Чой американец и всю свою жизнь прожил в США. На Гавайях, конечно, но это территория США, он американец. Папа китаец, а мама, вот тут приготовьтесь, немецкая гавайтянка. Но смех смехом, но первый его опыт работы с шефом пришелся на Волдорф Асторию в Нью-Йорке. А это один из самых дорогих отелей и ресторанов в мире. Стоимость одной ночи в отеле стартует от 2000 долларов. После Астории вернулся на свою маленькую родину, на острова Гавайи, и начал продвигать свою местную и родную кухню. На самолетах American Airlines, которые следуют на острова или возвращаются на материк, подают блюда гавайской кухни, разработанные Сэмом Чойом. Мы посмотрели только на три ресторана, которые входят в топ-10 заведений Пекина. И видим, что иностранные профессионалы присутствуют на китайском рынке, либо это местные повара с заграничным образованием. Но они проводят огромную работу по интеграции азиатской кухни в европейскую. И наоборот, культурная ассимиляция. Точно такая же, как и была и в Америке на протяжении всего прошлого века. Как показывает история, последствием такого обмена опыта и практики является новое видение идеи и блюда, а также кулинарные тренды. Но есть еще и другая сторона. Мир уже давно вошел в период деглобализации. Продолжается рост популярности локальных кухонь, традиций и культуры отдельно взятых стран и регионов. И возможно, что как Италия вела запрет на молекулярную кухню в своих ресторанах в 2010 году, то это может повториться и сейчас. Мы уже видим, как отменяют русскую культуру. Чайковский не даст соврать. Скорее всего, Россия лишится звезд Мишлен. Притом сразу всех. Как я уже говорил, рестораны не существуют в вакууме. Они тесно связаны со всем, что происходит в мире. И гид Мишлен точно так же подвержен общественному мнению. Зеленая звезда тому яркое доказательство. И что самое смешное, России и ресторанному бизнесу будут глубоко плевать на это. Красный гид Мишлен существует уже более 120 лет, а Москва получила первые звезды только в 2021 году. Ресторанный бизнес существовал до этого и продолжить жить после. Россия и так живет изгоем с 2014 года. Ей не привыкать. А Нома в 2022 году даже не попал в список топ-50 и топ-100 после первого места в прошлом году. Тренд все-таки меняется? И что я хочу сказать напоследок. Человечество всегда двигается вперед. А за последние 100 лет это движение только ускорилось в геометрической прогрессии. Все гонятся за яркими ощущениями, новыми технологиями и опытом. И у каждой исторической вехи были и есть свои лидеры и герои, которые ее олицетворяли. Наши герои вдохновляли миллионы людей на новые открытия и инновации. Обрастали последователями и подражателями, которые еще сильнее ускоряли все изменения в нашем обществе. Сегодня я вам показал, как молодые и амбициозные повара в разных уголках мира, в разные исторические моменты создавали свои формулы, совершали прорывы и дарили миру синтез еды и науки. А также декларировали свои манифесты и шли на единение с природой и окружающим миром. Каждая эпоха запомнилась нам своими героями, которые по праву занимают свои места в зале кулинарной славы. Они каждый по-своему олицетворяли и отвечали за то безумие, которое происходило в ресторанном мире и происходит до сих пор. Безумие, которое подарило миру вкусную еду и отличный сервис. Безумие, которое горело в глазах у людей, когда они постигали все новые кулинарные течения. Безумие, отголоски которого слышны по сей день в ресторанах всего мира и наших сердцах. И мы тоже часть этой истории. Мы, жители стран СНГ, хоть и с небольшим опозданием, тоже росли, глядя, как в нашу жизнь врываются современные рестораны с модными кулинарными тенденциями. Сейчас мы стоим на пороге изменения целого мира, как в политическом, так и в экономическом направлении. И каких героев мы увидим в грядущем новом мире, мы узнаем совсем скоро. Ждать осталось недолго. От Кузин продержался более 200 лет, а Кузин Классик только 60. Когда ему на смену пришел Новель Кузин, который правил балом около 40 лет. Потом пришел испанский алхимик со своей молекулярной кухней, которая была в тренде 15 лет. А сейчас Нордискмат и все ее производные на престоле уже 12 лет. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Перемен требуют наши глаза. Перемен Мы ждем перемен Весь этот фильм я не просто так был в этой футболке, так как я человек науки и научного подхода. И в выборе между Адрия и Редзепи я буду в красно-желтых цветах. И вы себе не представляете, что я от вас умолчал в истории про Феррана и Эльбуле. В апреле 2022 года, спустя почти 10 лет тишины, он опять появляется на публике и заявил, что летом 2023 года Эльбуле вернется. А в июле 2022 он стал приглашенным судьей на финале кулинарного шоу «Мастер-шеф Испания». Феррана начинает все чаще появляться в публичном пространстве и напоминать о себе. Посмотрите, это я. Я все еще жив и здоров, готов творить и радовать всех людей на планете. И у меня есть только чувство глубокого уважения и восхищения силе духа этого жизнерадостного каталонца. Но у меня для вас есть еще кое-что. На официальном сайте Foundation выложили видео, которое мы с вами сейчас посмотрим. Мы видим, что проект получил название «Эльбуль 1846» и прошлый дизайн-проект был выброшен на помойку и был создан новый. На крышах мы уже не видим солнечные панели, как и ветрогенераторы. Хоть у кого-то хватило яиц пойти против течения. Исчез грот и пруд, появилась удобная парковка для машин для гостей «Эльбули». После парковки она сожидает легкая прогулка вдоль береговой линии. Гости смогут наблюдать информационные борды, стенды и магазины. Далее следует обновленный и отремонтированный фасад ресторана и новая пристройка. Видно, что работы над новым «Эльбули» продолжались несмотря ни на что. Адрия не ушел на покой, не бросил свои идеи и задумки, а продолжал идти вперед. Хоть и корректируя свои планы, но никогда не останавливался. Ему 60 лет и он двигается и горит своим любимым делом. Может ли он повторить успех как в нулевых или выйдет на новый уровень? Сейчас главное, чтобы у него получилось открыть свой обновленный «Эльбули» 1846, как и планируется. И чтобы в этот раз ему ничего не помешало. Спасибо вам, Ферран Адрия, за то, что вы сделали наш ресторан такими вкусными и полезными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за ваш вклад в это большое и общее дело. Да, вот я и закончил свой дебютное видео. Планировалось как легкий ролик. Минут на 10, максимум 15 про Рене Редзеппин. Но когда ты начинаешь распутывать этот клубок, понимаешь всю эту историю, вкапываешься в контекст, ты понимаешь, что умолчать о ней просто невозможно. Хочется ее рассказать. И вот, поздравляю, я вам рассказал ее, вы ее посмотрели и послушали. Я прыгнул однозначно выше своей головы. Надеюсь, что вам понравилось и вы получили такое же удовольствие, как и я. Дальнейшая судьба этого материала только в ваших руках. Я не буду говорить стандартные банальные фразы. Вы сами знаете, что надо сделать. Чтобы новые ролики выходили на канал, все в ваших руках. Мир вам, люди! Как в голову вообще... Ммм, вкуснота! Ммм, вкуснота! Ух, и блядь, я надеюсь, что звук, сука, был, блядь, нахуй, хороший. Идеальный будет просто оху... Бок-обок с изменениями. Нахуй ты стучишь. Сука. Субтитры создавал DimaTorzok